Часть третья. Глава первая. Взгляни, руины хмурятся над бездной. В них великан, дух прошлой власти, скрыт. Прошедших лет было и преступление, Навалены меж этих мрачных стен. В этот день Скидоний был более общителен, чем накануне. Они ехали, отдалившись от проводника, И монах говорил о вещах, более всего интересовавших Элену. Однако избегал произносить имя Венченца. Он даже не скрыл от девушки своего намерения Временно поместить ее в один из монастырей близ Неаполя, Пока он сможет официально признать свое отцовство. Но найти безопасное место было нелегко, И это беспокоило его, как и то, что он вынужден будет Оставить Элену на попечении совсем незнакомых людей, Любопытство которых к ней будет неизбежным. Озабоченный этим, он с большим пониманием Отнесся к отчаянию девушки, Что ей снова придется жить вдали от дома И среди чужих ей людей. И даже благосклонно выслушал ее рассказ О монастыре Санта-Мария-дель-Пианто. И хотя он промолчал, Когда она высказала робкое пожелание туда вернуться, У нее появилась надежда, Что он будет настаивать на своих первоначальных планах. Тревога за будущее оттеснила страхи сегодняшнего дня, И Элена почти не замечала навевавшей уныние долины. Скидони был рад, что послушался совета хозяина гостиницы И не отпустил проводника. Дорога шла через вересковые пустоши, Где подолгу не встречалось ни единого селения Или даже одинокого человеческого жилища. За все утро им не встретился ни единый путник. Им пришлось ехать также в полуденный зной, Ибо Скидони не смог найти даже заброшенные хижины, Где бы они могли укрыться от солнца и передохнуть. К концу дня проводник указал им На серые стены какого-то строения, На поросшей лесом возвышенности. Они обрадовались, что это монастырь, Где они, наконец, найдут приют, пищу и отдых. Дорога пошла в гору через заросли кустарника, И в конце ее Они увидели фигуру человека, Направлявшегося, видимо, туда же, куда и они. Но вскоре потеряли его из виду. Подъехав поближе, Сквозь придевшие деревья Они увидели, однако, разваленные виллы, Которая показалась совсем необитаемой. Но Скидони вспомнил, Что увиденный ими на дороге путник Направлялся сюда. Усталые и мучимые жаждой Они решили остановиться здесь, Чтобы отдохнуть и раздобыть воду и пищу. Спешившись под аркой ворот, Они направились к дому по аллее, Выложенной плетником. Но уже изрядно заросшим травой. Аллея, довольно длинная, Местами загроможденная обломками мраморных колонн, Была сильно затенена с одной стороны Полуразрушенной стеной, А с другой — разрушимися деревьями. Так что Скидони испугался, Что потерял дорогу и подал голос, Надеясь, что кто-то откликнется. Но кругом царила тишина. Наконец, повернув, Аллея вывела их во двор, Огороженный с трех сторон легкой колоннадой, А с четвертой — видимо, Выходившей в сад. Кругом не было видно ни души, Не было и человека, Свернувшегося на их глазах к вилле. В воображении Лены невольно возник образ Палатра, Притаившегося за колоннами. Она вздрогнула, будто уже услышала его шаги. Пристыдив себя за трусость, Девушка даже залилась краской стыда И поспешила прогнать страхи и подозрения. Скидони же стал посреди двора, Как злой дух, обозревающий запустение, Пытаясь выяснить, Есть ли среди этих развалин Хоть одна живая душа. Несколько дверей вели в дом, И после некоторых колебаний Он вошел в одну из них, Решив выяснить все до конца. Через мраморный холл Он последовал в комнаты заброшенной вилы И везде видел беспощадные следы разрушения. Решив, что дальнейший осмотр Не даст ничего нового, Он снова вернулся во двор, Где усталые путники решили хотя бы отдохнуть Под стенью карликовых пальм. Усевшись на мраморные осколки колонн, Они перекусили тем, Что осталось в сумке проводника. Эту вилу разрушило не время, А землетрясение, Поделился своим впечатлением Скидони. Ее стены не тронуты тленом времени, Рухнули лишь прочные конструкции, А облегченные, как ни странно, сохранились. Все говорит о том, что в этих местах Было сильное землетрясение. «Ты что-нибудь знаешь об этом, Приятель?» Спросил он у проводника. «Да, сеньор, — охотно ответил тот. Тогда расскажи нам». «Я никогда не забуду, сеньор, Это землетрясение». Оно разрушило вилу, Это правда. Началось где-то в горах. Мне было тогда шестнадцать, И я помню, что первый толчок Мы услышали за час до полуночи. Все эти дни до этого стояла Нестерпимая жара, Воздух как бы застыл, И дышать было нечем. Многие еще до этого слышали Небольшие толчки. Мы с отцом накануне Весь день провели на рубке леса И очень устали. «Кажется, ты собираешься Рассказать нам о себе, А не о землетрясении, — Прервал его Скидони. Кому принадлежала вилла?» «А те, кто жил в ней, пострадали?» Поспешила в свою очередь Спросить Елена. «Здесь жил барон де Камбруска, — Ответил проводник. «А, барон!» — воскликнул Скидони И вдруг погрузился в молчание. «Его здесь не любили, сеньор, — Продолжал проводник. И многие считали, Что землетрясение Послано ему как кара за... А разве это не стало карой Для всех в этой округе?» Подняв голову, спросил Скидони И снова умолк. «Об этом ничего не скажу, сеньор. А вот, что он совершал преступления, От которых волосы становятся дыбом, Это каждый здесь знал. На этой вилле он...» «Дураков всегда удивляют поступки умных», — Раздраженно сказал Скидони. «Где сейчас барон?» «Не скажу, сеньор, Но думаю, что он получил по заслугам. С той ночи, когда случилось землетрясение, О нем никто более не слышал. Я думаю, он похоронен под этими развалинами». «Еще кто-нибудь погиб здесь?» Опять спросила Елена. «Если хотите, сеньорина, — С готовностью ответил крестьянин-проводник, Я могу рассказать вам кое-что, Потому что мой двоюродный брат служил здесь, А мой отец часто рассказывал о многом И о последних днях барона тоже. Близилась полночь, Когда произошел первый сильный толчок. На вилле давно поужинали и легли спать. Комната барона была в одной из старых башен. Многие удивлялись, Почему он спал в башне, Когда в новом крыле виллы Было много хороших комнат. Ну, так уж он решил». «Заканчивай свой ужин», — Словно проснувшись, — сказал Скидони. «Солнце клонится к закату, А впереди у нас немалый путь». «Я закончил ужин и рассказ одновременно, сеньор. Не извольте беспокоиться», — Ответил проводник. Но монах уже снова не слушал его. Поскольку запрета на рассказ не последовало, Словоохотливый крестьянин продолжал. «Как я уже сказал, Комната барона была в старой башне. Я сейчас покажу вам ее, если хотите. Вернее, то, что от нее осталось». Елена посмотрела в ту сторону, Куда указывал пальцем проводник, И увидела полуразрушенную башню за аркой. «Видите, что осталось от верхней части башни?» Спросил проводник. «Там, где разросся ясень», — «Вижу», — ответила Елена. «Это одно из окон его комнаты. Все, что от нее осталось. Есть, правда, еще дверной проем, Лестница которой тоже отсюда видна. Она ведет еще выше. Но верхний этаж рухнул вместе с крышей И всеми перекрытиями. Даже не знаю, как смогла уцелеть Эта маленькая лестница». «Ты кончил?» — справился с Кедони, Который, казалось, не слушал рассказ проводника, И спрашивал его, должно быть, об ужине. «Да, сеньор, мне больше нечего Не есть, не сказать», — Ответил Бойки на язык крестьянин. «Но, если хотите послушать, я продолжу». «Так вот, сеньорина, Там была его спальня. В эту дверь, которая осталась, Он вошел, Увы, не зная, что отсюда ему уже не выйти. Сколько он пробыл здесь, Лег ли спать или не ложился совсем, Теперь никто нам не скажет. От первого же толчка Башня раскололась надвое. Она пострадала Прежде всех других частей дома. Видите, груда кирпича внизу, сеньорина. Это все, что осталось от комнаты барона. Говорят, что под этими развалинами Он и похоронен. Елена содрогнулась. Из груди скидони вырвался стон, напугавший ее. Она повернулась и внимательно посмотрела на него, Но он снова мрачно замкнулся. Разглядывая сохранившуюся арку рядом с башней, Елена была поражена совершенством ее пропорций И красотой живописной картины, Как далеки предзакатного солнца Осветили ее подножия В окружении буйно разросшихся кустов. И тут вдруг она заметила фигуру человека, Вышедшего из зарослей И скрывшегося в аллее. Всем своим обликом Он напомнил ей ненавистного спалатру. Не выдержав, она сдавленно воскликнула «Кто-то там в аллее! Я слышу шаги!» Но когда Скидони поднял голову, Никого уже не было. Но Елена более не сомневалась И тут же сказала Скидони, Что видела спалатра. Тот сразу же понял, Чем это может грозить им, И чтобы убедиться, Что Елена не ошиблась, Немедленно вместе с проводником Отправился на его поиски. Елена осталась одна. Не успел Скидони уйти, Как ее тут же охватила тревога, И она громко позвала его, Прося вернуться, Но в ответ лишь услышала Его удаляющиеся шаги. Опасаясь оставаться здесь, Она вышла на аллею. Но Скидони и проводник Уже исчезли. Девушка в смятении не знала, Что ей делать. Она боялась оставаться одна Среди руин, В которых бродит спалатру. Напряженно прислушиваясь к тишине, Она вдруг услышала Слабый крик, Донесшийся из руин виллы. Ужасное предположение, Что спалатра и проводник Могут убить ее отца, Заставили ее забыть страх И поспешить туда, Где, как ей показалось, Кто-то кричал. Она вошла в холл, И через него проследовала Вглубь виллы, Минуя одну комнату за другой. Здесь стояла мертвая тишина. Елена очутилась в коридоре, Который, казалось, Вел в дальнюю часть дома. После минутного колебания Она пошла по коридору. Пробираться по сильно разрушенному, Местами без стен коридору Было непросто. Каждый шаг мог быть опасен. Темнело. И здесь все казалось Смрачным и угрюмым. Елена поняла, Что оказалась на развалинах Старого крыла виллы. Наконец она остановилась У подножия уже знакомой Ей лестницы, Ведущей в комнату барона. Не тревожься она Столь сильно за отца, Она, видимо, Испытала бы священный ужас От того, Что находится в роковой башне. Но теперь Елена думала лишь об одном, Как найти отца. И снова громко позвала его. Не получив ответа И убедившись, Что коридор дальше никуда не ведет, Она повернула назад. В первой же комнате Она остановилась, Чтобы перевести дыхание, И выглянула во двор. И в эту же минуту Она услышала Глухое эхо далекого выстрела. Оно донеслось до нее, Замирая и, наконец, Затихло где-то в глубине аллеи. Решив, что выстрел Донесся откуда-то Из дальнего конца вилы, Она решила немедленно Идти туда. Но вдруг услышала Совсем рядом шаги. Обернувшись, Она увидела спалатра, Осторожно крадущегося Через комнату. Спасла ли ее ниша, В которой она стояла, Или спалатра Слишком торопился, Но он не заметил ее. И вскоре она увидела В окно, Как он пересекает двор. Обернувшись, Он скользнул взглядом По фасаду, И ей показалось, Что он все же увидел ее. Но он лишь на мгновение Замедлил шаги, А затем заторопился И быстро скрылся В темных зарослях. Похоже, он не встретился Со Скидони, Решила Элена. Теперь он спрячется В темной аллее И будет ждать его. Пока Элена думала, Как предупредить Скидони, Она услышала его голос. Он доносился Со стороны аллеи, И Элена, Не раздумывая, Крикнула отцу, Что с палатра рядом. И в это мгновение Раздался выстрел. Среди шума голосов Ей показалось, Она расслышала стон, А затем голос Скидони, Показавшийся ей Далеким и слабым. От страха Она не могла двинуться С места, Ожидая самого страшного. Наступила тишина. Элена напрасно Прислушивалась, Ожидая услышать Голос Скидони Или хотя бы его шаги. Наконец, Не выдержав Мучительной неизвестности, Она решила Собраться с силами И узнать правду, Какой бы горькой Она ни была. Но вдруг Снова совсем близко Услышала стоны. Посмотрев Сторону аллеи, Она увидела, Как из нее Вышел человек. Он был Весь в крови. Туман застлал Глаза девушки, И, чувствуя, Что силы изменяют ей, Она прислонилась К колонне. Когда она пришла В себя И решила Немедленно Поспешить На помощь Раненому, Кто бы он ни был, Двор был уже пуст. Тогда Тишину его Нарушили громкие Крики Елены, Зовущей отца. Не переставая Звать его, Девушка Торопливо Обыскала Весь двор, Колоннаду И ближайшие К входу В дом комнаты И заросли Кустарника Вокруг двора. У входа В аллею Она увидела Следы крови На земле. Они вели во двор К входу В башню. Но здесь Она в нерешительности Остановилась. Неожиданно Ей пришло в голову, Что человек, Которого Она видела, Может оказаться С палатра, А не Ее отцом. И хотя Он ранен, Он готов Будет отомстить Первому, Кто окажется Перед ним, И темнота Ему в этом Поможет. Она все еще Стояла в нерешительности У входа В башню, Прислушиваясь К каждому Шороху И звуку, Улавливая Изредка, Как ей казалось, Стоны, Как вдруг Послышались Быстрые шаги, И громкий Голос Скидони Позвал ее. Он подошел К ней И, Бросая Опасливые Взгляды Вокруг, Заторопил ее. Мы Немедленно Должны ехать, Быстро Произнес он, Беря ее За руку, А затем Спросил, Ты никого Не видела Здесь? Я Видела Раненого Человека И испугалась, Что это Вы, Отец? Где? Куда Он ушел? Спросил Нетерпеливо Монах, И глаза Его Недобро Сверкнули. Разгадав Его намерение, Элена Не решилась Сказать ему, Где укрылся Спалатра, А вместо Этого Принялась Упрашивать Его Уехать Как можно Скорее Из этого Проклятого Места. Солнце Уже Село Отец Убеждала Его Элена Я Дрожу От страха, Что Будет С нами Если Мы Останемся Здесь На ночь Да И на Дороге В столь Поздний Час Нас Может Подстерегать Опасность Ты Уверена Что Он Ранен Настойчиво Расспрашивал Ее Монах Совершенно Уверена Тихо Ответила Она Совершенно Грозно Переспросил Скидони Да Отец Уедем Отсюда Немедленно Молила Его Элена Что Все Это Значит Рассердился Монах Не Собираешься Ли Ты Жалеть Этого Негодяя Это Ужасно Когда Кто-нибудь Страдает Отец Произнесла Элена Не Заставляйте Меня Потом Жалеть Что Мы Задержались Здесь Поймите Как Я Буду Страдать Если Вас Ранит Кинжал Этого Убийца Скидони Подавил Тяжелый Вздох И Резко Отвернулся Ты Обманываешь Меня Ты Не Уверена Что Негодяй Ранен Я Выстрелила В него Как Только Он Вошел В аллею Но Он Успел Убежать Почему Ты Думаешь Что Он Ранен Элена Хотела Было Указать Ему На Пятна Крови На Земле Но И И И И И Они Приведут Отца К Спалатра И Снова Начала Умолять Его Поскорее Уехать Пощадите Себя Отец И Его Тоже Что Ты Просишь Пощадить Убийцу Вне Себя Воскликнул Скидони Убийцу Он Покушался На Вашу Жизнь В ужасе Сказала Елена Нет Не Совсем Так Но Что Он Здесь Делает Отпусти Меня Я Должен Его Найти Но Елена Изо Всех Сил Удерживала Его Не Переставая Увещевать Своим Нежным Мелодичным Голосом Взывая Его К Милосердию Ой Если Бо Вы Знали Как Ужасно Ждать Собственной Смерти Отец Вы Бо Пожалели Несчастного Ведь Он Сам Возможно Проявлял Сострадание К Другим Я Знаю Моки Ожидания Смерти Отец И Способна Понять Его Да Знаешь Ли ты о ком Просишь Крикнул Скидони Чувствуя Как Каждое Слово Элены Пронзает Его Сердце Своим Страшным Укором Увидев Как Поражена Элена Его Вопросом Он Испугался Что Выдал Себя Девушка Несомненно Догадывалась Какую роль Должен был Сыграть Спалатра В ее Судьбе Но Она Не могла Знать Что Он Жа Пожалел Ее И В какой-то Мере Удержал Скидони От Убийства Собственной Дочери Гнев Скидони Мгновенно Утих И он Более Не споря С Эленой Пересек Двор И углубился В аллею Элена Поспешила За ним Они Быстро Шли Не останавливаясь Пока Не достигли Ворот Где Их Уже Ждал Проводник Вспомнив Как повел Себя Спалатра В отношении Элены Монах Согласился Более Не преследовать Его Однако Судьба Раненого Более Не интересовала Его И не испытывая Угрызений Совести Он Предоставил Спалатру Его Судьбе Но Элена Думала Иначе Ничего Не зная О том Что обязана Спалатра Своим Спасением Она Только Знала Что Нельзя Оставлять Человека Наедине С его Страданиями Однако Вспомнив Как быстро Скрылся Спалатра Понадеялась Что Его Рана Не опасна Сев На лошадей Путники Покинули Разваленные Мрачные Вилы Они Ехали Молча Каждый Погруженный В свои Раздумья Наконец Элена Поинтересовалась Что Все Произошло В Скидони Преследовавшись Спалатра Видел Его В аллее Лишь Мгновение Ибо Тот Тут же Странным Образом Исчез И сразу Же Оказался В развалинах Вилы Хотя Они С проводником Искали Его В аллее Крик Который Услышала Элена Издал Проводник Который Споткнувшись Упал И больно Ушибся Скидони Стрелял Дважды Первый Раз Из ружья Когда Они В поисках Спалатра Достигли Ворот И Второй Раз Когда Увидели Спалатра Пересекавшего Двор Нам Пришлось Подняться За этим Человеком Заметил Проводник Но Мы Так Его И Не Поймали Странно Если Он Даже Искал Нас То Почему Пустился Вбега Как Только Увидел Не Думаю Чтобы Он Хотел Нам Зла Иначе Ему Нечего Не Стоило Подстрелить Нас В Темном Коридоре А Он Просто Бежал От Нас Потише Друг И Не Стоит Тратить Столько Слов Остановил Его Скидони Что Ж Сеньор Он Сво Получил Теперь Нам Нечего Бояться Крылышки Его Подрезаны Он Нас Теперь Не Догонит Нам Нечего Так Спешить Сеньор Мы Вовремя Приедем В гостиницу Она За Этой Горой Что Виднеется Он Ранен В Руку Ты Видел Его Резко Спросил Монах Где Ж Ты Был В Таком Случа Если Видел Больше Моего Я Стоял За Вами Сеньор Когда Вы Вы Выстрелили Я Что То Не Помню Что Вы Видел Тебя Заметил Скидони Почему Ты Не Вышел Вперед А Предпочел Спрятаться За Спину И Где Ты Прятался Когда Я Нашелся Что Ответить А Элена Внимательно Наблюдавшая За Ним В Течении Всего Разговора Заметила Как Он Смутился Сомнения Как Будто Утихшие Снова Вернулись К Ней Но Сейчас У Нее Не Было Возможности Окончательно Их Проверить Скидони Вопреки Совету Проводника Пришпорил Лошадь И Пустил Ее Голопом Путники Умерили Скорость Лишь Перед Крутым Спуском Дороги Нарушив Обет Молчания Скидони Во время Долгого Спуска В долину Беседовал С Проводником Расспрашивая Его О Вилле Трудно Сказать Что Побудило Его К этому То ли Искренний Интерес То ли Намерение Проверить Искренность Поведения Проводника Когда Они Были На Вилле Он Расспрашивал Крестьянина С великим Терпением И подробностями Что Удивило Элену Сумерки Не позволяли Ей Видеть Лица И его Но По Изменившемуся Голосу Она Могла Судить О Состоянии И Все Это Время Скидони И Проводник Ехали Рядом Когда Скидони Вдруг Умолк Раздумывая Над Тем Что Сказал Ему Проводник Обороне Дея Камбруска Туда Ему И Дорога Чего Только Я Не Наслышался О нем Я Бо Мог Многое Порассказать А что Случилось Потом С его Семьей Жизнь Разбросала Их Кого Куда Но Никто Из них Больше Не Вернулся В Старые Места Нет Они Слишком Натерпелись Всего Здесь Не Случись Землетрясения Несладкой Была Была Их Жизнь Синьорина Не Случись Землетрясения Удивленно Повторила Елена Да Синьорина Землетрясение Прикончила Барона Если Бы Стены Многое Поведали В ту Комнату В башне Которую Я вам Рассказывал Не Смел Заходить Никто Кроме Барона И его Слуги Убиравшего Ее Барон Редко Покидал Ее Возможно Он Хранил В ней Свои Сокровища Полюбопытствовала Елена Нет Синьорина Какие Сокровища Всю Ночь У него Огорела Лампа А Однажды Дворецкий Слышал Хватит Прервал Его Пришедший В себя Скидони Не Отставай От Меня Довольно Рассказывать Сказки Я Рассказываю О Бароне Синьор Вы Сами Только Что О нем Расспрашивали О том Какие У него Были Странные Привычки Однажды В декабре В ненастную Ночь Как Рассказывал Моему Отцу Мой Двоюродный Брат Франциско Который Служил У Барона Когда Все Это Произошло Что Произошло Быстро Спросил Скидони Сейчас Расскажу Синьор Так Вот Мой Брат Служил У него В то Время И Каким Бо Невероятным Ни Было То Что Я Вам Расскажу Это Все Правда Поверьте Мне Мой Отец Тоже Думал Что Я Не Поверю Когда Рассказывал Это Мне Достаточно Резко Оборвал Проводника Монах Расскажи Какая Семья Была У Барона Была Ли У него Жена Да Синьор Была Я Бо И Сам Рассказал Вам Об Этом Если Б Вы Научились Терпению Терпению Нужно Было Научиться Барона А У Меня Нет Жены Вдруг Заметил Скидони Терпение Нужно Было Жене Барона Синьор Как Вы Это Сейчас Узнаете Добрая Душа Была Эта Баронесса Господь Призвал Ее К себе За Много Лет До Этого У Барона Осталась Дочь И Хотя Ей Было Совсем Мало Лет Жизнь Не Мила Была Ей Но Землетрясение Отпустило Ее На Свободу Далеко Ли До Гостиницы Вдруг Резко Спросил Скидони Въедем Вон На ту Горку И Сами Увидите Огоньки Нас Разделяет Лишит Впадина Не Беспокойтесь Синьор Тот Кого Мы Оставили На Вилле Не Сможет Догнать Нас Вы Что Нибудь Знаете О нем Но Вместо Ответа Скидони Спросил Заряжено Ли Ружье Проводника И Узнав Что Нет Велел Ему Немедленно Исправить Оплошность Зачем Синьор Если Бы Вы Знали О нем Столько Сколько Знаю Я Вы Б Не Опасались Его Я Думал Ты Его Не Знаешь Удивился Монах И Знаю И Не Знаю Во Всяком Случа Я Знаю О нем Больше Чем Он Подозревает Ты Неплохо Осведомлен О Чужих Делах Не Так Ли Заметил Скидони Тоном Который Должен Был Остановить Говорливого Проводника Он Бы Тоже Такое Сказал Синьор Но Дурные Дела Трудно Долго Держать Втайне Как Бы Это Ему Не Хотелось Этот Человек Иногда Приезжает В наш Городок На Рынок Но Никто Не Знал Кто Он И Откуда Кое Кто Однако Навел О нем Справки Кажется Мы Никогда Не Доберемся До Вершины Этого Холма Недовольно Заметил Скидони И Теперь Мы Знаем Немало Странного О нем Невозмутимо Продолжал Проводник Элена Ранее С любопытством Слушавшая Рассказ Проводника Теперь Была Полна Нетерпения Наконец Узнать Все Аспалатра Хотя И Опасалась Что Это Может Быть Каким То Образом Связано Со Скидони И Поэтому Более Не Задавала Никаких Вопросов Много Лет Назад Продолжал Крестьянин Он Откуда-то Приехал В наши Края И Поселился В очень Загадочном Доме На пустынном Берегу Дом Давно Был Заброшен И В нем Никто Не Жил О чем Ты Говоришь Нетерпеливо Вмешался Монах Вы Все Время Не Даете Мне Досказать Синьор Чуть Я Начну Как Вы Прерываете Меня А потом Сами Спрашиваете О чем Я Говорю Я Собираюсь Рассказать Вам Довольно Длинную Историю И Прежде Всего О том Чьим Человеком Он Оказался Вы Не Поверите Синьор Как Вы Думаете Что Решили Люди Сделать С ним Когда Узнали Правда Доказать Все Это Было Трудно И Многие Не Хотели Верить В Эти Ужасы Меня Эта История Не Интересует Грозно Сказал Монах И Я Ничего Не Желаю О ней Слышать Я Не Хотел Сердить Вас Синьор Не Знал Что Вас Это Заденет Кто Сказал Что Меня Это Задело Никто Синьор Только Вы Почему Разгневались И Я Подумал Ей Богу Синьор Я Не Хотел Расстраивать Вас Но Поскольку Он Был Вашим Проводником Я Подумал Вам Будет Интересно Кое Что Узнать О нем От Проводника Я Требую Только Одного Чтобы Знал Сво Дело Ответил Монах Чтобы Вел Меня По Безопасной Дороге И Умел Когда Надо Помолчать На Это Проводник Ничего Не Ответил Удержав За Поводье Коня И Отстал От Монаха Вскоре Они Пересекли Перевал И Стали Искать Долгожданные Огоньки Селения Но Кругом Была Вечерняя Темнота Нигде Приветливо Не Мигали Огни Человеческого Жилища Спустившись С горы Они Снова Оказались В лесу Скидони Опять Приказал Проводнику Ехать Рядом Но Больше Не Пытался Завести С ним Разговор Элена Тоже Молчала Погрузившись В тревожные Догадки Ее Напугали Странные Намеки Проводника На Прошлое Спалатра И Еще Гливни Любопытство Поведение Скидони Его Раздражительность Замешательство И То Как Резко Он Оборвал Рассказ Проводника Вызвали У нее Удивление И Заставили Заподозрить Что Скидони Из Палатра Связывает Нечто Большее Чем То Что Она Предполагала Спустившись В долину Дорога Снова Пошла В гору Но Ожидаемого Городка Все Не Было Видно И Подозрение Что Проводник Обманул Их Начало Не на Шутку Тревожить Скидони И Элену Было Так Темно Что Дорога Лишь Угадывалась Густые Заросли Деревьев Вдоль Нее Полностью Закрывали Свет Звезд Когда Скидони Грозно Спросил Проводника Не Сбились Ли Они С Пути В Этот Момент До Них Долетел Шум Голосов И Выкрики Вот В Эту Сторону Нам Ехать Синьор Сказал Крестьянин Тише Я Слышу Звуки Музыки Какое То Веселье Остановил Его Скидони Смешанный Шум Голосов Музыки И Смеха Становился Все громче Ветер Доносил Звуки Флейт И Тамбурина Наконец-то Мы Приехали С Облегчением Воскликнул Проводник Город Уже Близко Что Это Они Так Веселятся Это Известие Взбодрило Приунывшую Элену И Увидев Как Пришпорил Своего Коня Скидони Она Поспешила За ним Когда Они Поднялись На вершину Холма Лес Раступился И Они Наконец Увидели Призывно Мерцающие Огни Города Минуя Полуразрушенные Городские Ворота Темными Узкими Улочками Они Выехали На залитую Огнями Факелов Рыночную Площадь Заполненную Толпой Горожан Лавки Украшенные Гирляндами Забитые Разнообразными Радующими Глаз Товарами Тянулись По обеим Сторонам Площади Возле Них Толпились Крестьяне В праздничном Платье И Обряженные В карнавальные Наряды И маски Горожане Играл Оркестр Кто-то Танцевал Показывали Оркестр давал Представление Слышались Крики Лоточников Продавцов Воды Сластей Щербета И макарон Вид Толпы Вызвал Недовольство У Скидони И он Велел Проводнику Разузнать Где здесь Гостиница Общительный Крестьянин Обрадовался Возможности Слиться С веселой Толпой Как же Я не догадался Что сейчас Время Ярмарок Восклицал он Правда За всю жизнь Я был на них Всего один раз Не мудрено И забыть Попробуй Пробиться Через толпу Мы будем Следовать За тобой Приказал Скидони После того Как мы Столько ехали В потемках Когда Низги Не видно Попасть На такой Праздник Это Словно Из преисподней Прямо В рай Продолжал Радоваться Крестьянин Забыв Что ему Велено Делать Выкиньте Из головы Все передряги Прошедшего Дня Сеньор Эту проклятую Вилу И человека За которым Мы там охотились Все же Мой выстрел Завершил Все Твой выстрел Сдрогнул Монах Да Сеньор Я выстрелил Из-за вашей спины Я думал Вы слышали Да Кажется Ай-яй Сеньор Это Славное Местечко Заставило Вас Все забыть Не так ли Даже То Что я Рассказывал Вам Об этом Человеке Не знал Что вы С ним В большей Дружбе Чем я Думал Но Может Вам Не все О нем Известно Из того Что я Собирался Рассказать Но Вы все Время Меня Останавливали Ладно Когда Я разузнаю О гостинице То Продолжу Свой Рассказ Если Пожелаете Это Длинная История Ее Сразу Не Расскажешь Но Я Знаю Ее Конец Вы Прервали Меня В самом Начале Синьор Он То И Дело Замечал Что-то Интересное И Обращал Внимание Скидони Видите Синьор Как Петрушка Уплетает За обе Щеки Горячие Макароны А вот Фокусник Давайте Остановимся И Посмотрим На его Фокусы Смотрите Как он Ловко Превратил Монаха В Черт Никто Не Успел И Глазом Моргнуть Тише Не Кричи Идем Дальше Рассердился Скидони Вот Я Тоже Считаю Что Толпа Больно Уж Раскричала Синьор Я Даже Не Слышал Что Вы Мне Сказали Эй Вы Потише Крикнул Он В Толпу Судя По Вашему Окрику Вы Все Же Расслышали Что Сказал Синьор Насмешливо Подметила Элена О Синьорина Разве Здесь Не Лучше Чем В Темном Лесу А Что Это Взгляните Синьор Идет Какое Интересное Представление Давайте Посмотрим Перед сценой Бродячего Театра Толпа Была Такой Густой Что Путники Были Вынуждены Остановиться Судя По Лицам Зрителей На сцене Происходила Душераздирающая Трагедия Жесты И Декламация А Так же Невообразимые Гримасы Актеров Легко Превратили Ее В комедию Скидония Не проявив Интереса Отвернулся Элена Смирившись Ждала А Простодушный Крестьянин Проводник Открыв Рот Весь Превратился В жадное Внимание Не зная То ли Плакать То ли Смеяться В избытке Чувств Он даже Схватил Монаха За руку Смотрите Сеньор Что делает Этот Негодяй Он Убивает Свою Дочь Эти Слова Достигнув Слуха Скидония Заставили Его Обернуться На сцене Решалась Печальная Судьба Виргинии Которую Отец Предпочел Убить Чем Отдать В наложницы Императору Клавдию Скидония 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 С ужасом Смотрел На кинжал В руках Актера И тело Убитой Девушки Элена С состраданием Следила За меняющимся Лицом Монаха Понимая Что происходит В его Душе Воспоминания Были Слишком Живы Наконец Скидония Пришел В себя И с яростью Хлестнув Лошадь Попробовал Пробиться Сквозь Толпу Но Измученное Животное Не в силах Было Выполнить Волю Седока Проводник Недовольный Тем Что ему Не дают До конца Насладиться Зрелищем На сцене Сопереживая Чужому Горю Пусть Даже Ненастоящему Громко Объявил Хозяину Протест За жестокое Обращение С лошадью И Схватив Ее За усцы Остановил Скидони Тот Не ведая Что творит Огрел Его Кнутом По плечам Толпа Видя Начавшуюся Потасовку Шарахнулась В сторону И Путники Смогли Наконец Покинуть Площадь Вскоре Они Остановились Перед Гостиницей Хотя Скидони В его Состоянии Менее Всего Был Готов Заниматься Устройством На Ночлег Торговаться С хозяином Переполненной Гостями Гостиницы И Выслушивать Грубости Последнего Ему Пришлось Взять Это На Себя Наконец Не без Усилий Им Удалось Получить Ночлег Не Менее Хлопот Доставили Проводнику Лошади Он Намерен Был Дать Им Хороший Корм И Отдых Особенно Той С Который Так Безжалостно Обошелся Скидони Он Требовал Для нее Лишней Соломы И Овса Говоря Что Лучше Сам Не Доест Или Недоспит И Это Побудило Элену Из-под Тишка От Скидони Отдать Крестьянину Последний Оставшийся У нее Дукат Глава Вторая Если Страшишься Узнать Наихудшее Пусть Оно Само Падет Тебе На голову Шекспир Скидони Провел Ночь Без Сна Инцидент С проводником Вызвал В нем Не только Раскаяние Но и Терзание Уязвленной Гордости И Недоброе Предчувствие В поведении Проводника Было что-то Настораживающее И Способное Внушить Тревогу Прикидываясь Простаком Хитрый Крестьянин Прозрачно Намекал Монаху Что Скидони Мало Знает Аспалатра А также О том Кто Стоит За ним И Хотя Он Как будто Ни в чем Не подозревал Скидони Он тем Не менее Позволил Сибири От намеков Говорящих Об обратном Он Как-то Подчеркнуто Заметил Что Не знал О столь Близком Знакомстве Монаха Саспалатра Когда Скидони Резко Прервал Его рассказ Об этом Человеке Теперь Скидони Казалось Что проводник Неспроста Обратил Его внимание На сцену Убийства Когда Они задержались У бродячего Театра На площади Скидони Хотел Как можно Скорее Избавиться От услуг Проводника Но Прежде Надо было Узнать Насколько Он Осведомлен И Сделать Это Не вызывая У него Подозрений Возможно Он Знает Лишь Аспалатра Не более Позволить Проводнику Сопровождать Их В Неаполь Означало Бы Пустить К себе В дом Шпиона И Доносчика Но И так Просто Отпустить Его Если Он Что-то Знает Тоже Опасно Он Будет Знать Где Находится Скидони Оставалось Лишь Одно Чтобы Он Не Разгласил Его Тайну Проводник Должен Умереть После Бессонной Ночи Скидони Рано Утром Позвал К себе Проводника Начал Он Издалека Прежде Чем Сказать Ему Что Он Более Не Нуждается В Его Услугах Он Проявил Заботу О том Как Обезопасить Его Возвращение В родную Деревню Он Посоветовал Крестьянину Быть Особенно Осторожным На участке Дороги Который Проходил Мимо Вилы Где Может Спрятаться С палатра Судя Скидони Ты Что Ты Говорил О Каком То Доме На Побережье Да Есть Там Один Очень Странный Дом Но Спалатра Появился В нем Случайно И Неожиданно Когда И Как Никто Не Знает А До Этого Дом Пустовал С тех Самых Пор Как Маркиз Какой Маркиз Настороженно Спросил Скидони Какой Говори Я Хотел Сказать Барон Ди Камбруска Синьор Давай Опять Перебили Меня Так Вот Дом Был Необитаем С тех Самых Пор Как Барон Вот В этом Месте Вы И Прервали Меня Синьор Я Думал Барон Умер Не Так Ли Спросил Скидони Да Синьор Подтвердил Крестьянин Бросив На него Пристальный Взгляд Но Какое Отношение К этому Имеет Смерть Барона То О чем Я Рассказываю Случилось Еще До Его Смерти Скидони Смутившись Даже Фамильярность Тона Каким Это Было Сказано Значит Этот Парень Спалатра Был Связан С Бароном Диком Бруско Так Считали Люди Только Считали Этого Было Более Чем Достаточно Для Барона Он Очень Боялся За Свою Репутацию И Правильно Делал Не То Ему Бы Не Сдобровать Почему Люди Считали Что Спалатра Человек Барона Какие На то Я думал Вы хотели Послушать Мой Рассказ Успеется А теперь О причинах Хватит И одной Если Бы Вы Только Дали Мне Закончить Мой Рассказ Синьор Вы Бы Уже Знали Все О Причинах Скидоне Сердито Нахмурился Но Промолчал А Причина Та Синьор Что Кроме Барона Никто Не Мог Совершить Подобного Злодейства В нашей Округе Не Было Человека Более Жестокого Чем Барон Разве Этого Вам Мало Почему Вы Так Смотрите На Меня Сам Барон Не Смог Бы Смотреть Хуже Если Услышал Мой Рассказ Говори Покороче Резко Сказал Монах Что Синьор Начну С самого Начала Минуло Уже Порядочный Лет Как Марко Появился В нашем Городе Говорят Что В одну Штормовую Ночь Достаточно Можешь Дальше Не Продолжать Резко Остановил Его Скидоне Сам То Ты Когда Нибудь Видел Барона Если Вы Все Сами Знаете Синьор Зачем Заставляете Меня Рассказывать Только Начну Как Вы Перебиваете Странно Промолвил Хитрый Монах Сделав Вид Что Не Слышал Его Слов Если Этот Спалатру Такой Негодяй Как Ты Утверждаешь То Почему Он Не Понес Наказание За Свои Злодейства Разве Такое Возможно А Может Все Это Лишь Слухи Видите Синьор Вроде Все Знали И Вроде Никому До Этого Дела Не Было Кроме Того Никто Не Мог Доказать Так Это Или Не Так Хотя Все Верили В Эту Историю Будто Все Собственными Глазами Ее Видели Однако Никто Б Не Присягнул Перед Законом Один Шанс Из Десяти Что Это Можно Было Доказать Но Тем Не Менее Все Продолжают Верить Что Такое Было Значит Вы Готовы Были Наказать Этого Малого За Убийство Которого Он Возможно Не Совершал Спросил Монах За Убийство В Недоумении Воскликнул Крестьянин А Разве Ты Не Сказал Что Это Было Убийство Не Сразу Ответ Скидони Я Не Говорил Этого Синьор Воскликнул Крестьянин Как же Он Тогда Совершил Преступление Возобновил Свои Расспросы Монах После Короткой Паузы Ты Сказал Что Он Совершил Что Чудовищное А Что Может Быть Чудовищнее Убийство Губы Скидони Задрожали Крестьянин Молчал Не Сводя Глаз С Монах Разве Я Говорил Об Убийстве Снова Повторил Он Если Это Не Так Тогда Скажи Что Это Было Только В Двух Словах Надменно Произнес Монах Будто Это Можно Рассказать В Двух Словах Синьор Тогда Покороче Не Могу Синьор История Это Очень Длинная У Меня Нет На Это Времени Резко Сказал Скидоне Поднимаясь Хорошо Синьор Я Постараюсь В Одну Ненастную Ночь В Декабре Когда Марко Торно Ловил Рыбу Это Старый Рыбак Синьор Он Жил В нашем Городке Когда Я Был Еще Мальчишкой Правда Я Его Не Помню Но Мой Отец Хорошо Знал И Уважал Его И Он Часто Говорил Не Отвлекайся Грозно Предупредил Его Скидоне Я Говорю Как Могу Синьор Обиделся Крестьянин Старый Марко В То Время Не Жил Еще В нашем Городе Он Жил Где-то В Другом Месте Не Помню Где Но Где-то На Берегу Как же Это Место Называется Что-то Похожее На Так Что Что Произошло С Этим Выжившим Из Ума Стариком Вы Ошибаетесь Синьор Марко Не Выжил Из Ума Ну Слушайте Дальше Значит В то Время Марко Жил В том Месте Название Которого Я Не Помню Потом Для Него Настали Лучшие Времена Но Это К Дел Не Относится Так Вот Старый Марко Отправился Рыбачить Ночь Выдалась Штормовая И Я Верю Ему Хотелось Поскорее Добраться До Берега Было Так Темно Будто Последняя Ночь Перед Всемирным Потопом Он Греб Изо Всех Сил К Берегу И Конечно Ему Было Не До Рыбы Хлистал Дождь Выл Ветер Темень Хоть Глаз Выкали Конечно Он Заблудился Его Все Больше Относило На Камни И Он Боялся Что Лодка Его Разобьется В Дребезги Наконец Ему Удалось Благополучно Провести Лодку Между Камнями И Найти Укрытие От Ветра И Дождя Я Рассказываю Так Как Мне Говорил Отец Синьор Можно Обойтись Без Подробностей Говори Только Главное Недовольно Заметил Монах Слушайте Дальше Синьор Как Только Марко Укрылся В Камнях Он Услышал Как Кто-то Идет По Берегу Знал Бо Бедняга Кто Это Был Темень Стояла Такая Что Ничего Не Было Видно Но Он Все Высунулся Из Убежища И Хотел Было Подать Голос Да Подумал Пусть Подойдет Ближе А то Не Услышит Вскоре Он Увидел Как Замерцал Огонек Он Приближался И Наконец Был Совсем Близко Рыбак Увидел Человека Ближе К цели Приятель Поторопил Его Скидони Мой Отец Говорил Что Старый Марка Никогда Не Отличался Храбростью Он Конечно Перепугался И Решил Что Это Разбойник И На Всякий Случай Снова Спрятал Голову И Притаился Вскоре Он Совсем Перепугался Когда Человек Снял Со Спины Тяжелую Ношу И Положил Рядом На Волун Он Тяжело Дышал И Должно Быть Устал Так Рассказывал Мне Отец Что Это Была За Ноша Нетерпеливо Спросил Монах Погодите Сеньор Может Старому Марка Так И Не Довелось Узнать Что Было В Том Мешке От Испуга Он Замер И Боялся Пошевельнуться Про Себя Он Должно Быть Решил Что Там Была Награбленная Добыча Вскоре Человек Снова Вскинул На спину Мешок И Тяжело Ступая Последовал Дальше Пока Не Исчез В Темноте Больше Марка Его Не Видел Тогда Какое Отношение Он Имеет Ко Всей Твоей Истории Ты Считаешь Что Этот Человек Был Спалатра Не Торопитесь Синьор Вы Меня Сбиваете Когда Шторм Немного Утих Марка Выбрался Из своего Укрытия И Решил Что Неподалеку Непременно Должна Быть Деревня Или Хотя Бо Хижина Куда Направился Этот Человек С Ноши Лучше Бо Ему Оставаться Там Где Он Был Но Старик Решил Искать Деревню Или Хижину Он Долго Брел Вдоль Берега Шторм Продолжался Даже Разыгрался Еще Пуще А Вокруг Не Было Больше Скал Или Камней Способных Укрыть Его Увидев Наконец Свет Он Решил Идти Прямо На Него Будь Я На Его Месте Синьор Я бы Тоже Поступил Так Послушай Парень А у Этой Истории Будет Конец Начал Выходить Из себя Скидони Не Прошел Он И десятка Шагов Невозмутимо Продолжал Проводник Как Увидел Что Свет Падает Из Окошка Какого-то Жилища Подойдя Подойдя Поближе Он Наконец Тихонько Постучался В Дверь А Что Это Было За Жилище Отрывисто Спросил Монах Дождь Шел Как Из Ведра И Бедняге Марка Я Ручаюсь Пришлось Ждать Довольно Долго Но Он Был Терпелив У Марка Было Терпение Я Помню Как Он Умел Слушать Всякие Истории Мне Бо Его Терпение Сердито Проворчал Про себя Монах Он Постучал Снова И Вдруг Увидел Что Дверь Открыта Старый Болван Не Выдержал Скидоне Что Ему Было Там Нужно Любопытство Одолело Любопытство Сеньор Нет Он Просто Искал Где Укрыться От Непогоды Ощупью Пробираясь В темноте Он Наконец Очутился В комнате Где В очаге Еще Тлели Угли Он Подошел К огню Чтобы согреться Дожидаясь Когда Кто-нибудь Выйдет К нему Как В доме Никого Не было Удивился Скидоне Слушайте Дальше Сеньор Не Пробыв Там И Парой Минут Он Где-то Рядом Услышал Странные Звуки Но Огонь Очага Давал Так Мало Света Что Он Ничего Не Разглядел А Что Это Было Вы Все Перебиваете Меня Сеньор Марко Рассказывал Что Все Это Ему Не Больно Понравилось Но Что Было Делать Он Помешал Углевочаге Чтобы Разгорелись Ярче Но От Этого В комнате Не Стало Светлее Вскоре Однако Послышались Шаги Мелькнул Свет Фонаря И В комнату Вошел Какой-то Человек Марко Пошел Ему В доме Пока Не Утихнет Шторм Кто Был Этот Человек Настороженно Спросил Скидони Так Вот Старый Марко Попросил Убежище Он Потом Рассказывал Что Человек Увидев В доме Незнакомца Побелел Как мел Я Думаю Побелеешь Очень Неохотно Но Он Все Разрешил Марко Остаться Однако Стал Расспрашивать Что Он Здесь Делает В такой Час И В непогоду За окном Так Выл Ветер Что Марко Решил Забыть О неприветливом Приеме И Показав Хозяину Дома Рыбу Которую Он Наловил Пригласил Того Отведать Ее После Этого Хозяин Немного Подобрел Невероятно Воскликнул Скидони Вот Болван Не Такой Уж Он Болван Сеньор Просто Он Был Очень Голоден Как Рассказывал Марко Разве Голод Доказательство Ума Раздраженно Сказал Скидони Вы Не Даете Мне Говорить Сеньор И Этот Человек Был Так Голоден Что Сразу Ж Разжег Посильнее Огонь В очаге И Сам Принялся Разделывать Рыбу Пока Он Занимался Этим У Наблюдавшего За ним Марко Закралось Сомнение Не Тот Ли Это Человек Которого Он Видел На берегу Марко Должно Быть Слишком Пристально Смотрел На него Ибо Человек Сердито Спросил Почему Он На него Так Уставился Но Марко Из Предосторожности Промолчал Пока Тот Был Занят Рыбой У него Была Хорошая Возможность Рассмотреть Его А Когда Тот То и Дело Оглядывался И Обводил Глазами Комнату Марко Окончательно Убедился Что Он Не Ошибся Ну и Что Из Того Что Это Был Он Когда Даже Старый Марко Разглядел Знакомый Мешок В углу Последние Сомнения Исчезли Он Говорил Что Тогда Его Охватили Недобрые Предчувствия И Захотелось Поскорее Убраться Из этого Дома Пока Он Еще Не Вызвал Подозрений У Его Хозяина Он Догадался Что Заставляло Того Так Часто Оглядываться Сначала Марко Решил Что Тот Опасается Не Привел Ли Он Еще Кого Нибудь С С С С С С А Теперь Он Понял Что Этот Человек С 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 Старому Марко Было Не По С С С Все Время Пока Готовилась Рыба И Он Все Время Твердил Из Огня Да Вполымя Ну Что Бедняге Было Делать Надо Было Встать И Уйти Резко Сказал Монах Я Так И Поступлю Если Ты Не Доскажешь Сейчас Же Свою Историю Марко Так Так Бы И С С С С С С С Теперь Тот Его Отпустит Это И Был С Палатра Не Так Ли Спросил Нетерпение Скидони Жилищем Куда Забрел Марко Оказался Тот Самый Дом На Побережье О Котором Ты Уже Говорил Вы Здорово Догадливый Синьор Хотя По Правде Я Ожидал Что Вы Догадаетесь В Первые Две Минуты Скидони Совсем Не Понравился Взгляд Которым Окинул Его Крестьянин Но Он Попросил Его Продолжать Сначала Спалатра Молчал Но Когда Была Съедена Последняя Рыба Он Мало По Малу Разговорился Тут Скидони Вскочил И Нервно Заходил По Комнате Старик Марко Теперь Думал Не Так Уже Плохо О Незнакомце А Услышав Как Дождь Хлещет По Крыше Вовсе Уже Раздумал Уходить Отсюда Наконец Спалатра Зачем Ты Вышел Из Комнаты Вышел Внезапно Остановился Скидони Да Сеньор Однако Он Не Забыл Прихватить С собой Фонарь А Марко Уже Разбирала Любопытство Да Похоже Старик Был Не В Меру Любопытен Мрачно Заметил Монах И Снова Зашагал По Комнате Я До Этого Пока Еще Не Дошел Сеньор Имейте Терпение Так Вот Старому Марко Уже Не Терпелось Узнать Что В Мешке Лежащем На Полу От Этого Он Решил Будет Зависеть Останется Он В Этом Доме Или Ему Немедленно Надо Уходить Огонь В Очаге Горел Достаточно Ярко Он Подошел К Мешку И Попытался Поднять Его Но Мешок Хотя И Неполный Был Слишком Тяжел Скидони Снова Замедлил Шаги И Остановился Перед Проводником Все же Ему Удалось Приподнять Его Но Он Тут же Снова Уронил Мешок Упал С таким Громким Стуком Что Марко Удивился Что Это За Добыча Такая Тут Ему Показалось Что Он Слышит Шаги С Палатра И Он Быстро Отошел Но С Палатра Не Вернулся И Старый Марко Снова Взялся За Мешок Да Вы Не Слушайте Меня Синьор Опять Думаете О Своем Продолжай Резко Сказал Скидони И Снова Заходил По Комнате Я Слушаю Тебя Так Вот Марко Снова Вернулся К Мешку Продолжал Крестьянин И Развязал Веревку Который Тут Был Завязан Затем Осторожно Открыл Его Представляете Синьор Что С ним Было Когда Его Рука Коснулась Чего-то Холодного И При Свете Очага Он Увидел Перед Собой Лицо Мертвеца О Синьор Крестьянин Сам Потрясенный Своим Рассказом Войдя Враж Уже Следовал По Питам Зашагавшим По Комнате Монахам И Даже Ухватился За край Его Одежды Но Тот Словно Не Замечал Этого Отец Рассказывал Что Марка Так Испугался Что Не Помнил Себя От Страха Ручаюсь Он Должно Быть Побелел Так же Как Вот Вы Сейчас Синьор Скидо Нераздраженно Вырвал Край Своей Одежды Из Рук Крестьянина И Глухо Произнес Если Я Побледнел От Его Все Это Увидел А Что Было Дальше Он Рассказывал Отцу Что У Него Не Было Даже Сил Снова Звязать Мешок Он Боялся Что Спалатра Вот Вот Вернется И Увидит Его Около Мешка Единственной Мыслью Было Поскорее Убраться Из Этого Дома Он Уже Слышал Шаги Спалатра Но Через Другую Дверь Ему Удалось Его Не Остановили Ни Дождь Ни Ветер Он Бежал Без Оглядки Сам Не Зная Куда Не Останавливаясь И Всю Ночь Затем Провел В лесу Где Его Жизнь Подвергалась Опасности Почему После Этого Спалатра Не Был Арестован Спросил Внезапно Скидонь Чем Все Это Кончилось Старый Марко После Этой Ночи Слег Не Мудрено Ведь Он Буган У Бедняги Началась Горячка Он Бредил И Говорил Такое В Бреду Что Когда Пришел В Себя Ему Все Равно Уже Никто Не Верил Думали Что Он Все Еще Бредит Твой Рассказ Тоже Похож Более На Бред Чем На Правду Заметил Монах Я Понимаю Тех Кто Не Поверил Бред Старика Не Скажите Синьор Через Некоторое Время Все Начали Думать Иначе А Кое Кто Попробовал Даже Кое Что Разузнать Ну Что Могли Сделать Эти Простофили Ведь Ничего Нельзя Было Доказать Обыскали Дом Он Был Пуст Этот Человек Исчез В Доме Ничего Не Нашли С Тех Пор Он Долго Стоял Заколоченным Пока В нем Не Появился Спалатру Марк Уверен Что Это Был тот Самый Человек Которого Он Там Видел В ту Ночь Но Он Не Был Готов В этом Поклясться Значит Ты Сам Не Очень Уверен Что Эта Длинная История Имеет Отношение К Спалатру Спросил Монах Может Все Это Выдумка Не Знаю Что Вы Называете Уверенностью Синьор Но Мы Все В это Верили Но Самое Странное В этой Истории Еще Впереди Вот Уж Этому Действительно Трудно Поверить Если Хватит С меня Того Что Ты Уже Рассказал Резко Прервал Крестьянина Скидоне Можешь Больше Не Рассказывать Но Я И Половины Вам Не Рассказал Синьор Когда Я Сам Это Услышал Поверьте Меня Это Так Потрясло Что Решительно Заявил Скидоне Но Не Вижу У Ней Никакого Смысла Вот Возьми Все Что Я Тебе Должен Ты Свободен Что Ж Синьор Видимо Вам Известно Чем Эта История Закончилась Иначе Бо Вы Хотели Дослушать Ее Но Все же Вы Не Знаете Самого Невероятного В ней Когда Я Услышал У Меня Волосы Встали Дыбом Довольно Этой Ерунды Резко Прервал Его Монах Я Жалею Что Потерял Столько Времени Слушая Всякие Росказни Можешь Идти Скажи Хозяину Чтобы Зашел Ко Мне Ладно Синьор Если Вас Это Не Интересует Тут Уж Ничего Не Поделаешь Но Однако Останься Вдруг Сказал Скидоне Я Посоветую Тебе Как Безопасно Пройти Мимо Вилы Где Может Прятаться С Палатра Хотя Историю Которую Ты мне Рассказал О нем Может Вызвать Лишь Улыбку Да Я И Половины Ее Не Рассказал Вам Синьор Если Бы Вы Ее Дослушали До Конца Да Улыбку Повысив Голос Повторил Монах Нет Синьор Тут Я С вами Не Согласен Я Мог Бы Присягнуть Послушай Меня Приятель Прервал Его Скидони Голос Его Насторожил Крестьянина Хотя Я Мало Верю В Твою Историю Но Мне Кажется Этот Спалатра Отчаянный Тип И Тебе Его Надо Остерегаться Если Ты Столкнешься С ним Он Чего Доброго Захочет Свести С тобой Счеты К К Твоему Ружью Неплохо Бы Иметь Вот Этот Кинжал Возьми Его Скидони Вытащил Кинжал Который Хранил На Груди Но Это Был Не Тот Который Он Обычно Носил С собой И Протянул Его Проводнику Тот С Каким-то Тупым Удивлением Взял Его Затем Монах Подробно Рассказал Ему Как Пользоваться Этим Кинжалом Благодарю Сеньор За Заботу Но Разве Этот Кинжал Чем-то Отличается От Других Разве Им Как-то Особо Надо Пользоваться Скидони Мрачно Посмотрел На Крестьянина А Затем После Паузы Сказал Конечно Нет Но Я Хотел Чтобы Ты Наилучшим Образом Воспользовался Им А Теперь Прощай Спасибо Сеньор Но Думаю Кинжал Мне Ни К чему Мне Хватит И Моего Ружья Кинжал Сподручнее Ответил Скидони Отказываясь Взять Его Обратно Пока Ты Будешь Перезаряжать Ружье Твой Противник Может Воспользоваться Своим Кинжалом Оставь Его У себя Приятель Он Заменит Тебе Десяток Ружей Спрячь Его Скорее Вид Скидони Чем Его Слова Возымели Действие И Крестьянин Принял Этот Странный Подарок Сделал Он Это С Явной Неохотой Когда Он Уже Покидал Комнату Скидони Крикнул Ему Вслед Пришли Мне Побыстрее Хозяина Гостиницы Я Немедленно Отправляюсь В Рим Хорошо Сеньор Вам Повезло Здесь Развилка И Одна Из Дорог Ведет Прямо В Рим А я думал Вы едете В Неаполь Нет В Рим Ответил Скидони Значит В Рим Сеньор Желаю Вам Благополучно Доехать Сказал Проводник И Покинул Комнату А в это Время Елена Ломала Голову Как Уговорить Скидони Позволить Ей Остаться На Вилле Алтиери Или же Вернуться В монастырь Санта Мария Дель Пианта Где Ее Знают Более Всего Она Боялась Оказаться В чужом Монастыре Даже Вблизи Неаполя План Скидони Означал Бы Для нее Измученной Невзгодами Выпавшими На ее Долю Длительное Одиночество Среди Незнакомых Людей И Конец Всем Мечтам О Близком Счастье Свинченца Этот План Виделся Ей Как Очередное Заключение А Любая Игуменья Кроме Той Которую Она Знала В монастыре Санта Мария Дель Пианто Такой Же Безжалостной Тюремщицей Которая Была Игуменья В Сан Стефано Она Печально Предавалась Этим Нерадостным Мыслям Когда Скидони Послал За ней Она Нашла Его Необычно Взволнованным И готовящимся К отъезду Экипаж Уже Ждал Их И он Попросил Елену Поторопиться Когда Та Спросила О проводнике То узнала Что он Отпущенный Уже Ушел Ее Удивило Столь Внезапное Его Исчезновение Они Немедля Тронулись В путь Скидони Был Молчалив Погружен В свои Мысли И Элена Увидев Выражение Его Лица Сочла Что ей Не стоит Говорить С ним О том Что ее Более Всего Волновало Так В полном Молчании Они Ехали В течение Нескольких Часов Направляясь В Неаполь Вопреки Тому Что Сказал Скидони Проводнику В полдень Они Остановились В каком-то Городке Наобед И Когда Элена Услышала Как Скедони Наводит Справки О ближайших Монастырях Она Решила Более Не Откладывать Свой Разговор С ним Мысль О том Что Она Может Быть Оторвана От Родных Мест И Людей Которые Знают Ее И Которым Она Доверяет Привела Ее В смятение Скидони Милостиво Выслушал Ее Но Его Мрачное Лицо Не Сулило Ничего Хорошего Элена Терялась В догадках Как Склонить Его К хитрости Или Другим Уловкам В разговоре С ним Все же Она Начала С обстоятельств Для нее Самых Важных Но Которые Могли Наименее Всего Тронуть Скидони Однако Закончила Тем Что Казалось Главным Для него Элена Попыталась Убедить Его Что Ее Пребывание На Виле Алтиере Можно Обставить Так Что Это Останется Для всех Тайной Всегда Холоднокровной И расчетливой Скидони То ли Движимой Иными Опасениями То ли Увидев В этом Надежный Выход В конце Концов Согласился На ее Возвращение На родную Виллу И последующее Пребывание В монастыре Санта Мария Дальпианта Как Это И Предполагалось До ее Похищения Это Показалось Ему Безопасней Чем Самому Помещать Ее В какой-нибудь Другой Монастырь Как бы Далеко От Неаполя Он не был Но где Ему Придется Самому Представлять Ее Единственное Что Смущало Его Было То Что Она Будет Так Близко От Маркиза Дививальди То Той Могут Рассказать Об Этим А Зная Маркизу Он мог Опасаться Самого Наих Худшего Было Ясно Что В любом Случае При Выборе Убежища Для Елены Угроза Ее Безопасности Все равно Оставалась Однако В большом Надежно Охраняемом Монастыре Санта Мария Дель Пианта Где Елену Знали С детства И где Егуменья И сестры Не остались Безучастны К ее Судьбе Она Будет Более Надежно Защищена От Коварных Происков Маркизе Впрочем С горечью Думал Монах Любые Предосторожности Могли Оказаться Тщетными Перед Злобой И Изощренной Хитростью Его Приятельницы Однако Если Елена Появится Там Как Предполагалось Ранее Это Ни у Кого Не вызовет Подозрений И Тайна Скидоне Будет Сохранена Это В сущности Беспокоило Его Более Всего Так Что Даже Безопасность Елены Отходила Для него На задний План Итак Решение Было Принято Елена Укроется В монастыре Санта Мария Даль Пианто Со слезами На глазах Благодарила его девушка За заботу И сострадание Хотя Все прежде всего Отвечало Личным целям И интересам Скидоне Конец Их путешествия Прошел Без особых Приключений Скидоне Почти Все время Пути Был Угрюм И Молчалив А Элена Полностью Погруженная В мысли О Винченце Была Рада Затянувшемуся Молчанию Когда Перед ними Открылись Окрестности Неаполя Буря Чувств Овладела Эленой А увидев На горизонте Знакомую Вершину Везувия Девушка Не в силах Скрыть Своего волнения Расплакалась Вид Неаполитанской Бухты И родного Ландшафта Всколыхнул В ее душе Счастливые Воспоминания О доме Любимом И о том Счастье Которое Им не довелось Изведать Вся Гамма Чувств Овладела Ею Сожаление Печаль Надежда И приятные Ожидания Она Не знала Какое Из этих Чувств Было Сильнее Монаху То и дело Бросавшему Взгляды На лицо Элены Казалось Что он Читает Все ее Мысли И чувства Но он Ошибался Бессердечному И черствому Ему Не дано Было Понять Всю Чистоту И глубину Чувств Той Кого Он Считал Своей Дочерью При виде Дорогих Ее Сердцу Родных Мест Что бы Встреча Их Была Радостной И нежной Скидони Отпустив Экипаж Тоже Вошел В дом Чтобы Сменить Костюм Горожанина На Привычную Сутану Прежде Чем Он Ушел Элена Отважилась Спросить Его О Винченце Она Отревожилась О Его Судьбе Скидони Отлично Осведомленный Обо Всем Однако Промолчал И Лишь Пообещал Все Разузнать И Сообщить Элени Это Вселило Надежду В душу Девушки Измученной Неопределенностью А Также Позволило Думать Что Скидони Наконец Узнав Винченца Одобрит Ее Выбор До Он Избегал Говорить С ней На Эту Тему Прощаясь Он Предупредил Ее Что Они Увидятся Нескоро Ибо Он Все Должен Подготовить К тому Дню Когда Официально Сможет Признать Ее Своей Дочерью Если Возникнет Необходимость Он Напишет Ей Письмо А Также Сообщил Куда Ему Можно Писать Но Обязательно Под Вымышленным Именем И Указал Место Довольно Отдаленное От его Монастыря Елена Понимавшая Необходимость Какой-то Предосторожности Однако Выразила Своё Удивление Но Монах Не стал Ничего Объяснять Ей Особенно Настойчиво Он Советовал Елене До поры До времени Не открывать Тайну Своего Рождения И Не задерживаться На веле Ни одного Лишнего дня А поскорее Поселиться В монастыре Все это Он Высказал Ей Самым Решительным И даже Строгим Тоном Словно Не только Хотел Внушить Важность Его Наставлений Но и Для того Чтобы Произвести Впечатление Выполнив Таким образом Свой Отцовский Долг Скидони Покинул Виллу Через Заднюю Калитку Направившись Незамедлительно В доминиканский Монастырь Здесь Его Приняли Как брата Вернувшегося Из паломничества Он Снова Стал Прежним Суровым Аскетом Отцом Скидони Священником Храма Святого Духа Самой Главной Его Задачей Было Оправдаться Перед Маркизой Деви Вальди А для Этого Он Должен был Решить Что следует Ей рассказать А о чем Лучше Умолчать Ему Также Предстояло Постараться Предугадать Ее действия В случае Если она Узнает Правду Второй Не менее Важной Задачей Было Освобождение Винченца Это во многом Зависело От его Встречи С Маркизой Именно Поэтому Он Вынужден Был Поставить Эту Задачу Второй По важности Глава Третья Под Одиночество Молчавшим Кровом Пусть Улыбнется Мир Довольство Душу Пусть Веселит Спокойный Ход Событий И Гнев Пускай Суда Не Досягнет Здесь Места Нет Для Злобного Отмщения Они Безумья Пламя Восполят Мэйсон Эльфрида Скидони Отправившись Во дворец Девевальди Заново Мысленно Проверял Свои Доводы Которые Намеревался Пустить В ход Чтобы Заставить Маркизу Примириться С браком Ее сына На Елене Самый Знатного Хотя и Обедневшего Рода Он Был Уверен Что Главная Причина Недовольства Маркизы Такой Невестой Как Элена Теперь Будет Устранена А раз Это Так То Она Станет Гневаться На него За то Что Он Не Выполнил Ее Поручение Прибыв Во дворец Он Узнал Что Маркиза Находится На своей Вилле На Побережье Прелестный Дом На самом Краю Мыса Далеко Уходящего В море В окружении Роскошного Парка Располагавший К отдыху И успокоению Казалось Не допускал Самой Мысли Что В нем Могут Поселиться Тревога Злоба И страх Тем не менее Маркиза Не находила Себе Места Душа Бо Бо Ее Была Снедаемо Темными Страстями Жаждой Мести И Недобрыми Предчувствиями Слугам Было Приказано В любое Время Доложить Ей О приходе Скидони Поэтому Он Был Немедленно Препровожден К ней Маркиза Была Одна В гостиной Где Все Говорило О роскоши И немалом Вкусе Сводчатые Потолки Расписанные Лучшими Художниками Венецианской Школы Мраморная Скульптура Тяжелые Пурпурные Шитые Золотом Драпировки Узорчатые Ставни Были Распахнуты И позволяли Видеть Бескрайние Голубые Просторы Неаполитанской Бухты Ветерок Доносил Запах Моря И благоухание Цветников Тенистый Парк Укрывал Виллу От палящих Лучей Солнца Отсюда Был виден Везувий И Неаполь Маркиза Полу Лежала На софе Перед окном Ее Неподвижный Взгляд Был устремлен На открывавшийся Ее взору Простор Однако Она казалось Ничего не замечала Черты Ее Все еще Красивого Лица Застыли В гримасе Выражавшие Недовольство И физическое Недомогание Увидев Скидони Она Слабо Улыбнулась И протянула Ему Обе руки От их Холодного Прикосновения Скидони Невольно Содрогнулся Я так Рада Видеть вас Мой Дорогой Друг Только Промолвила Маркиза Мне так Не хватало Вашего Общества Особенно Сейчас Когда Мне Не здоровься Дорогой Меня Дорогой Дорогой Скидони 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 Он Он Скидони Скидони И хотя Внутренне Рассказав Ей О Благородном Происхождении Девушки А затем Уговорить Ее И Успокоить Но Маркиза Опередила Его Святой Отец Сказала Она С печальным Вздохом Я Всегда Искала У вас Утешение И Всегда Находила Его Вы Знаете Что Более Всего Мучает Меня Могу Ли Я Считать Что Причины Моего Беспокойства Отныне Уже Не Существует Здесь Она Остановилась И Помолчав Мгновение Добавила Могу Ли Я Надеяться Что Мой Сын Более Не Будет Пренебрегать Своим Сыновним Долгом Скидони Опустив Глаза Ответил Не Сразу Словно Собирался С мыслями Главной Причиной Вашей Тревоги И озабоченности Более Нет Маркиза Промолвил Он Наконец И тут же Смолк Как Воскликнула Маркиза И в голосе Ее Он Уловил Испуг И нотки Недоверия Вам Не Удалось Святой Отец Значит Она Жива Прямота Вопроса Взгляд Устремленный На Монаха Свидетельствовали О крайней Степени Ее Волнения И Нетерпения Развейте Мои опасения Святой Отец Избавьте Меня От Мучительных Терзаний Умоляю Вас Скажите Что Что Совершили Правосудие И Она Понесла Заслуженное Наказание Скидони Поднял Глаза На Маркизу Но Снова Опустил Их Ужас И Отвращение Охватили Не Грозит Позор Недостойного Брака Что Что Не Удалось Вам Сделать Святой Отец Настаивала Маркиза Я Докадываюсь Что В чем-то Вы Потерпели Неудачу Я Бо Не Назвал Это Неудачей Маркиза Самое Главное Все же Удалось Сделать Спасти Честь Вашей Семьи А Также Спасена Жизнь Голос Его Дрогнул И Казалось Он Вновь Пережил Ужас Того Момента Когда Склонился Над Собственной Дочерью С кинжалом В руках Спасена Жизнь Непонимающего Скликнула Маркиза Объяснитесь Святой Отец Она Осталась Жива Ответил Скидони Но Вам Более Нечего Ее Опасаться Маркиза Была Потрясена Не Столько Тоном Каким Это Было Сказано Сколько Тем Что Означали Для нее Эти Слова Она Изменилась В лице Вы Говорите Загадками Святой Отец Нетерпеливо И Резко Промолвила Она Отнюдь Нет Маркиза Я Я Говорю Прямо Она Жива Я Это Поняла Но Вы Сказали Что Мне Более Нечего Опасаться Я Сказал Вам Правду Быстро Перебил Ее Монах И Ваша Добрая Натура Должна Возрадоваться Ибо Справедливость Позволяет Вам Теперь Проявить Милосердие Все Это Комплименты И Красивые Слова Резко Возразила Маркиза Не Скрывая Раздражение Подобное Праздничному Наряду Которые Надевают В ясный Погожий День Но Дни Мои Ненастны И Я Нуждаюсь В Здравомыслии И Трезвой Оценки Расскажите Мне Об 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 Стоятельствах Столь Резко Изменивших Все Святой Отец Прошу Вас Только Немедленно И Как Можно Короче Это Позволило Скидоне Пустив В ход Все Своё Красноречие И Дар Убеждение Представить Маркизе В наилучшем Свете Историю Семьи Элены И Умело Удалось Узнать Все Это Далее Он Приложил Все Силы Чтобы Смягчить Сердце Маркизы И Склонить Ее К Согласию На Брак Ее Сына С Эленой Маркиза С нетерпением Ждала Когда Он Закончит Свой Рассказ Она Помимо Жестокого Разочарования Испытывала Также Гнев И Раздражение Поэтому Когда Он Молк Она Более Не Сдерживала Себя Похоже Вы Тоже Пали Жертвой Чар Этой Девицы Зло Заметила Она Как Могли Вы Оказаться Столь Легковерным Что Поверили Этой Выдумке Ведь Она Могла Прибегнуть Ко Лжи Признайтесь Скорее Всего В Самый Последний Момент Решимость Оставила Вас И Теперь Вы Пытаетесь Как-то Оправдать Своё Молодушие Я Не Так Легковерен Как Вы Полагаете Маркиза Помрачнев Ответил Монах Кроме Того Я Привык Поступать Так Как Считаю Нужным И Как Мне Велит Справедливость На Ваше Обвинение В Молодушии Я Вообще Не Стану Отвечать Не В Моём Характере Оправдываться Ещё Никто Не Мог Упрекнуть Меня В 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 Справедливость Испугавшись Что Гнев Заставил Её Перейти Границы Осторожности Маркиза Попросила Прощения Сославшись На Свою Обеспокоенность Тем Что Произошло Скидоний Милостиво Принял Её Извинения Ибо Каждый Из них Сознавал Сколь Они Зависят От Другого Затем Постарался Убедить Маркизу Что Много Из Подтверждено Другими Весьма Надёжными Источниками Намекнув На Некоторые Обстоятельства И Ещё раз Доказал Изощрённое Легко Как его Собственные Интересы Могут Взять Вверх Над Истиной Будучи Уверенным Что Маркиза Ничего Не знает О Его Прошлом Он Даже Рискнул Открыть Ей Такие Подробности О Семье Элены Которые Вполне Могли Вызвать Подозрения У Маркизы Относительно Его Чрезмерной Осведомлённости Хотя Эти Заверения Не убедили И не успокоили Маркизу Она Старалась Сказаться Спокойной И более Не выдавать Себя Тем временем Скидони Деликатно Коснулся Чувств Юного Винченца К Элени И постарался Убедить Маркизу В том Что Они Достойны Понимания Её Согласие На брак Сына С избранницей Его сердца Принесёт Маркизе Долгожданное Успокоение О себе Добавил Что Сколь Искренне Он Ранее Осуждал Юношу За недостойный Выбор Теперь же Узнав Правду Об Элени Столь же Искренне Готов Помочь ему Он Также Не Приминул Легко Пожурить Маркизу За Сословные Предрассудки И Выразил Уверенность Что Это Не Помешает Ей Быть Мудрой Зная Ваш Ясный Ум И Способность Всему Давать Правильную Оценку Я Уверен Что Для Вас Превыше Всего Будет Счастье Вашего Сына Та Горячность С которой Скидони Теперь Отстаивал Интересы Винченце Удивила Маркизу Но Она Однако Воздержалась От Каких Либо Замечаний А Лишь Осведомилась Знает Разговора На Эту Тему И С Обычной Ловкостью Поступившись Совестью Ради Своей Безопасности Заверил Маркизу Что Элена Теряется В догадках Однако Никого Конкретно Не Подозревает Своё Пребывание В Монастыре Сан Стефана Она Считала Временным И Была Уверена В Скором Возвращении Домой Если Маркиза Готова Была Поверить Второму Утверждению Монаха То Первое Вызвало У неё Сомнение А Вследствие Этого Она Готова Была Подозревать Во лжи Как Элену Так И Скидони Теперь Её Мучил Вопрос Что Побудило Скидони Солгать Ей Она Решила Спросить Скидони Где Находится Элена Она Задала Этот Вопрос Как Бо Мимоходом И Заметила Что Скидони Предпочёл Не Отвечать На Него И Тут Ж Заговорил О Венченце Но И Здесь Он Не Отважился Сказать Маркизе Правду А Лишь Предложил Ей Свою Помощь В Возвращении Её Сына В Родной Дум Сама Маркиза Пребывая В Уверенности Что Её Сын Занят Поисками Элены Не Выказала Особой Тревоги А Лишь Задала Монаху Несколько Несущественных Вопросов Свидетельствующих Не О Её Беспокоенности Судьбой Сына А Скорее О Раздражении И Гневе На Него Скидон Неосторожно Отвечал На Все Вопросы Попутно Сам Задавая Свои Он Сочувственно Справился Как Маркиза Переносит Столь Длительную Разлуку С сыном Чтобы Определить Для себя Срочность И степень Тех усилий Которые Он должен Предпринять Чтобы Вернуть Венченце Вочий Дом Правда Он узнал Что Старому Маркизу Дививальде Далеко Не Безразлично Исчезновение Сына Если Ранее Он думал Что Тот Ищет Элену Теперь Его Беспокоят И другие Опасения Лишь Сильная Занятость При дворе Да Светские Обязанности Мешают Ему серьезно Заняться Его Поисками Истинная Правда О судьбе Постигшей Венченце Не была Известна Ни Маркизу Ни Маркизе Дививальде Как убедился В этом Скидоне Но Это Вполне Устраивало Его Прежде Чем Покинуть Вилу Он еще Раз Замолвил Словечко За молодых Людей Однако Маркиза Рассеянно Слушавшая Его Внезапно Словно Придя в себя Сказала Святой Отец Вы Ошиблись И вдруг Снова Умолкла Решив Что он Знает Что возразить Ей Скидоне И снова Снова Стал Защищать Чувство Винченца К Элени Но Маркиза Прервала Его Вы Ошиблись Святой Отец Сказала Она Поместив Туда Элену Мой Сын Найдет Ее Там Он — Мне трудно сказать, Маркиза, ибо я до этой минуты не знал, что в окрестностях Неаполя есть такой монастырь. Похоже, именно его мне и следовало избегать. Как вы могли подумать, что я могу быть столь неосторожным? — Все это время Маркиза не сводила пристального взгляда с его лица, и это тревожило монаха. — Позвольте, святой отец, в данном случае усомниться в вашей осторожности, ибо вы мне дали для этого повод. — Маркиза тут же переменила тему разговора. Однако Скидония, опасаясь самых страшных последствий от того, что убежище Элены раскрыто, попытался переубедить ее, утверждая, что Элена находится далеко от Неаполя, в местах столь глухих и никому неизвестных, что Винченца едва ли сможет найти ее там. — Охотно верю, святой отец, — язвительно заметила Маркиза. — Ему действительно никогда ее там не найти. Поверила ему Маркиза или нет, но она более не выказывала любопытства и, заметно успокоившись, перевела разговор на другую тему. Скидони тоже не осмеливался говорить о том, что его более всего интересовало. Поддержав какое-то время светский разговор с Маркизой, он вскоре откланился и покинул виллу. По пути в Неаполь он еще раз восстановил в памяти разговор и пришел к заключению более не возвращаться к этой теме, а как можно скорее помочь Винченца и Элене сочетаться с законным браком. Маркиза после ухода скидони еще долго оставалась в состоянии нервного напряжения и разбуженного любопытства ко всему, что произошло. Странная перемена, происшедшая со скидони, столь же поразила ее, сколь и разочаровала. Она терялась в догадках, пытаясь объяснить или понять ее. Иногда в голову приходила нелепая мысль, что Винченца подкупил его. Но она тут же гнала ее. Однако, вспомнив, как сама весьма успешно использовала этот прием со скидони, готова была снова в нее поверить. Для нее теперь было ясно, что в этом деле она не может более полагаться на скидони. И она успокаивала себя мыслью, что сможет с успехом заменить его кем-то более надежным. Она тоже приняла решение в разговоре со скидони никогда более не касаться этой темы. Отныне она сама должна довести до конца все задуманное. А со скидони будет вести себя так, будто ничего не произошло, и их отношения остались прежними. Он не должен догадываться о том, что она ему не доверяет. Более того, он должен поверить, что Маркиза не намерена в дальнейшем предпринимать что-либо против Элены и Винченца. Глава четвертая Вкусить бы таинственные радости достоинств, скользящим шагом по лугам пройти, пройти вдоль глади сельского потока, или, когда похитит нас надежда, провидеть бы, что ждет нас, предвкушать счастливый час. Томпсон Элена, послушная наставлением скидони, поспешила на следующий же день покинуть виллу Алтиери и поселиться в монастыре Санта-Мария-дель-Пианту. Мать-настоятельница, знавшая Элену с детства и горячо любившая ее, радушно приняла девушку. Узнав трагические причины, заставившие ее покинуть родной дом, она прониклась к ней искренним состраданием. В тиши монастырских рощ Элена тщетно искала успокоения. Ее не оставляла тревога за судьбу возлюбленного. Теперь, когда она оказалась в относительной безопасности, мысль о том, какие страдания могут выпасть на долю ее дорогого Венченца, не давала покоя. Каждый новый день заставлял ее сомневаться в том, что скидони поможет ей узнать что-либо о Венченце. Если бы не сочувствие и доброжелательность окружающих, ей едва ли удалось бы так быстро прийти в себя. Ни игуменья, ни сестры не узнали истинной причины ее печали, но они все понимали, что она несчастна и старались, как могли, помочь ей. Монастырь Санта-Мария-дель-Пианта был одной из немногих обителей, где, благодаря мудрости и доброте игуменьи, в сестринской общине царили радость и согласие. Мать-настоятельница являла собой образец тех достоинств, которые украшают собой великое дело служения ближнему. Полное достоинство она никогда не казалась высокомерной. Ее служение вере было лишено предрассудков и фанатизма. Будучи доброй и сострадательной, она умела быть решительной и твердой. Она обладала высоким чувством справедливости, позволявшим судить строго, но праведно. Ее замечания были вежливы и обезоруживающе доброжелательны, и вызывали вместо тайного раздражения искренние слезы раскаяния. Ее любили, как родную мать, и уважали, как справедливого судью. Все ее недостатки, если она их имела, восполнялись щедростью сердца и спокойствием духа. Ее религия была светлой и непревзойденной, щедрым даром, приносимым Всевышнему от всей чистоты сердца. Она следовала всем канонам римской церкви, однако не считала неукоснительное соблюдение каждого из них залогом спасения души. Но это свое убеждение она вынуждена была хранить в тайне от многих ревностных поборников веры, которые, тем не менее, во многих своих действиях противоречили тому, чему пытались учить. В своих проповедях монахиням она редко говорила о канонах веры, но больше старалась внушить им чувство морального долга, особенно необходимого в том обществе, которому она сама некогда принадлежала, гармонию и ясность ума, доброту, милосердие и искреннюю преданность избранному делу. Когда она беседовала на религиозные темы, ее беседы были неизменно увлекательны и полны прекрасного, что так трогало сердца ее восхищенных слушательниц, очищало и успокаивало их, приобщало к чему-то высокому и важному. Обитель представляла собой одну большую семью, а не случайное сборище чужих друг другу людей. Это особенно проявлялось во время лекции гуменьи или на вечерних мессах. В своих подопечных и гуменья поощряло добрые начинания, и многие из сестер преуспели в музыке и хоровом пении. Это всегда привлекало в праздничные дни толпы прихожан в монастырскую церковь. Монастырь был достаточно богат, владея ольховой плантацией, виноградником, полем, где выращивались зерновые, ореховыми, миндальными, апельсинными и лимонными рощами. В монастырском саду на склоне холма, спускавшегося к заливу, произрастало все, что позволял благодатный климат этой страны. С этого холма видны были широкие дали, на юге — остров Капри, где залив открывался в море, на западе — остров Искя с белоснежной вершиной Эпомео, а рядом — празида со своими многоцветными утесами. Далее к северу — далекие берега Бае, залив Пуцуоли, города и села между Корзертой и Неаполем. Ближе был виден родной Неаполь, каменистые вершины Позалипо, сады и рощи, крепость Сан-Элмо, великолепный монастырь Шарте, набережная Мол и Гавань. Здесь любила Элена проводить долгие часы, глядя на видневшуюся среди зелени крышу родной вилы и вспоминая Винченца. Она могла здесь предаться своей печали, которую старалась скрыть от посторонних глаз. Иногда она опробовала читать или брала с собой карандаш и делала зарисовки. Но часто она просто думала о Винченце. Шли дни, а от Скидони не поступило невесточки. Когда Элена вспоминала свою встречу с монахом, внезапное его признание, что он ее отец, все это казалось ей чем-то нереальным, не имеющим отношения к ее истинной жизни. Иногда воспоминания о Скидоне наводили на нее страх. Первое чувство, которое он вызвал в ней, было далеко от дочерней привязанности, и ей казалось, что она никогда не сможет любить и уважать его как отца, хотя и многим ему теперь обязана. Погруженная в свои мысли и воспоминания, она подолгу засиживалась в тени акаций, пока, наконец, солнце не скрывалось за утесом Медена и звонил колокол к вечерне. Среди монахи немногие были ей близки, но ни одна из них не смогла занять в ее сердце место сестры Оливии и Сан-Стефана. Воспоминания о ней всегда сопровождались чувством тревоги и вины, что она могла жестоко пострадать за свое сочувствие и помощь Олени. Как хорошо и справедливо было бы видеть Оливию в счастливом и добром содружестве сестер в монастыре Санта-Мария-дель-Пианту, вместо того, чтобы знать, что она испытывает на себе гнет недоброй и коварной Аббатисы Сан-Стефана. Олени монастырь Санта-Мария казался надежным и, возможно, последним убежищем. Она не могла не думать о том, что сулит ей брак свинченца, какие опасности и невзгоды ее ждут, даже если в Скидоне удастся все уладить. Зная теперь характер маркизы, она не могла не впадать временами в отчаяние. Теперь Олени были известны все ее недобрые замыслы в отношении нее, чудовищность которых не могло умолить милосердие, проявленное к ней Скидоне. Во всяком случае, непреклонная враждебность и мстительная злоба маркизы по отношению к ней были теперь для нее очевидны. И все же не это было самым мучительным для Елены. Она не могла смириться с мыслью, что эта женщина была матерью венченца. Чтобы как-то снять тяжесть этого сознания, она старалась вспомнить все попытки Скидоне обойти или сгладить вину маркизы за последние испытания, выпавшие на долю Елены. Как бы ни огорчила бедную девушку все, что она узнала о матери венченца, трудно даже представить, что бы с ней было, узная на истинный характер Скидоне и его поступки. Что смогла бы она ответить, узнав, что он был прямым соучастником маркизы? Слава Богу, она этого не знала. Как не знала, что он повинен в страданиях венченца. Зная она это, не захотелось ли бы ей навсегда остаться в монастыре в обществе святых сестер. Даже сейчас она не раз словила себя на мысли, что обстоятельства могут заставить ее принять такое решение. Иногда она находила в этом утешение в минуты особого отчаяния. Если уход в монастырь останется ее последним выбором, она сделает этот выбор сама. Мать-настоятельница ни словом, ни взглядом никогда не пыталась побудить ее к этому. Не делали это и сестры-монахини. Глава пятая Узрел в фантазии пугливый взгляд Причудливые формы привидений Коричневато-серого оттенка. Их жесты странны И ужасен вид Мэйсон Карактакус А пока происходили все эти события, Винченцо де Вивальди и его верный слуга Паула продолжали томиться в казематах священной инквизиции. Суд допрашивал их порознь. От Паула так и не удалось получить каких-либо нужных показаний. Он продолжал твердить, что его господин ни в чем не виновен, А о себе мог только сказать, что вся его вина состоит в том, Что он не захотел разлучиться со своим хозяином. Забыв об осторожности, Он продолжал громко обличать тех, кто арестовал его, И требовал позволить ему быть вместе с его господином. «Клянусь вам, ваше преосвященство», — Горячо убеждал он главного судью, «я менее всего хотел бы попасть сюда по любой другой причине, Кроме той, что я уже назвал, Быть рядом с моим горячо любимым сеньором Винченце. Спросите у охраны. Они отлично знают, что я сам напросился. Но если они знали, что меня ждет, Почему не предупредили? Это последнее место, где бы я хотел очутиться. Судьи не препятствовали Пауло шумно выражать свое негодование, Надеясь, что в азарте юноша Каким-нибудь неосторожным словом выдаст своего хозяина. Они, однако, ошибались, Ибо простодушный и искреннее Пауло Бэйл, тем не менее, не глуп, А главное, был предан своему хозяину. Он прекрасно понимал, какую с ним вели игру. Когда же он понял, что ему поверили, И тем не менее не собирались позволить, Ведь видится свинченце, Его возмущению не было предела, И он, не стесняясь, дал выход своему гневу. С большим трудом удалось охране Снова выдворить его в камеру. А судей его праведный гнев Поверг в немалое замешательство. Очередной допрос свинченца Длился дольше обычного. В зале суда присутствовал на сей раз больше инквизиторов, И вопросы их были многочисленны. Однако, венченце заметил, Что все они словно договорились Не упоминать причину его ареста. Венченце понял, что она остается прежней, А именно той, которую сообщил ему Священник Бенедиктинец в церкви Похищение монахини из монастыря. Отвечал он, как прежде, Но чувствовал себя более уверенным. Сознание своей невиновности Помогало ему сохранять мужество и достоинство. В отчаяние его повергали лишь Опасения за Элену, На долю которой могли выпасть Столь же тяжкие испытания В застенках инквизиции. В такие минуты выдержка могла изменить ему. Не добившись желаемых результатов, Судьи снова грозили венченце пытками. Когда его снова вели в темницу, В одном из коридоров мимо них Торопливо прошел человек, Почему-то обративший внимание венченца. Глядя ему вслед, он вдруг понял, Что снова видит таинственного монаха С развалин крепости Полуце. От невероятности подобной встречи Он даже растерялся, А когда пришел в себя, Тот уже был далеко в конце коридора. Венченце попробовал окликнуть его, Но монах скрылся в одной из дверей. Устремившийся было за ним Венченце был грубо остановлен стражем. Когда же юноша спросил у него, Кто был этот человек, Тот в недоумении справился, О ком он говорит. О том, кто только что прошел мимо нас, Взволнованно сказал венченце. Вы не в себе, сеньор, — ответил страж. Я никого не видел. Но он прошел совсем рядом, — Настаивал венченце. Я видел его, как вижу тебя сейчас. А Полу его сутаны задели меня. Он инквизитор, говори. Страж изобразил на своем лице недоумение. Но от юноши не ускользнуло, Что страж сильно напуган. И он прекратил дальнейшие расспросы. Минуя бесконечные коридоры С таинственными входами и выходами И множеством куда-то ведущих Плотно запертых дверей, У одной из них он услышал странные звуки, Напоминающие приглушенные крики или стоны. Что это за звуки? Они разрывают мне сердце, — Взволнованно спросил он стража. Еще бы, сеньор, — Как-то загадочно ответил тот. Откуда они? — Переспросил венченце, Чувствуя, как дрожь пробегает по его спине. Из камеры пыток, — Коротко ответил страж. О, Боже милосердный! Невольно вырвалось у юноши, И этот возглас был похож на стон. Он ускорил шаги, Минуя страшную дверь, А страж даже не стал его останавливать. Ведь он точно выполнил указание своих старших Провести венченца именно здесь, Где слышны стоны тех, кого пытают. Они должны были напомнить строптивому заключенному, Что ждет его, если он и далее будет упорствовать. В тот же вечер венченца в его темнице посетил человек, Которого он доселе никогда не видел. На вид ему было около сорока или, возможно, пятидесяти лет. Он был серьезен, с внимательным взглядом, Вел себя сдержанно и ничем не вызывал у венченца опасений. Однако, когда он назвал себя и сообщил о цели своего визита, И это показалось венченце не только странным, Но и насторожило его, Он тоже был узником инквизиции, Но выдвинутые против него обвинения, по его словам, Были столь несущественны, Что и ему была оставлена некоторая свобода. Узнав об участи, постигший венченца, Он попросил разрешения навестить его, Побудило его к этому сострадание И желание своим сочувствием и советом Облегчить его состояние. Пока он говорил, Венченца пристально следил за ним, И подозрения его возрастали, Но он благоразумно постарался скрыть их от собеседника, Который тем временем втянул его в беседу. Ответы венченца были сдержанные и краткие, Но даже наступившие затем длительные паузы Не обескуражили гостя. Среди прочих тем он коснулся также религии. «Меня обвинили в ереси», — признался он, «И я теперь сострадаю всем, Кто оказался в моем положении». «Значит, меня тоже обвиняют в ереси?» Не удержавшись, прервал его венченца. «В ереси?» — повторил он удивленно. «Мои клятвы в том, что я не виновен, Не помогли мне», — словно не слыша, Продолжал незнакомец. «Меня подвергли пыткам, Муки были невыносимы, И я признался. Прошу прощения, сеньор, Что прерываю вас», — Снова не выдержал венченца. «Но если вас подвергли столь страшным пыткам За самую малую, Как вы говорите, провинность, То что же ждет того, Чьи проступки суд сочтет более серьезными?» Незнакомец, казалось, был смущен таким вопросом. «Мои проступки были незначительны», — Снова повторил он, не зная, как ответить. «Разве священный трибунал Считает ересь незначительным проступком?» «Степень моей вины была столь незначительна», — Снова повторил незнакомец, И лицо его покраснело от раздражения. «Меня лишь заподозрили. Следовательно, для священной инквизиции Существует ересь большая И ересь малая», — Добивался ответа венченца. «Я чистосердечно признал свою вину», — Наконец пришел в себя незнакомец И повесил голос. «И мне было даровано прощение. После незначительного наказания Я буду отпущен И, возможно, через несколько дней Покину тюрьму. Но прежде чем уйти отсюда, Я счел своим долгом Помочь товарищам по несчастью Всем, чем я могу. Если вы хотите Известить родных или друзей, Где вы находитесь, Не опасайтесь назвать их имена, И я передам им от вас Весточку». Последние слова Он произнес, Понизив голос, Словно опасался, Что их могут услышать. Венченца молча изучал Лицо своего незваного гостя. Для него было Чрезвычайно важным Дать знать родителям, Где он находится. Однако он не верил В искренность Своего неожиданного доброжелателя. Что же кроется За этим визитом, Думал он. Он знал, Что камеры узников Инквизиции Нередко посещают Ее осведомители. Выказав сочувствие И симпатию, Они располагают Несчастных К откровенному разговору, Чтобы потом Использовать это Против тех, Кто доверился им, Или же против Их родных и друзей, Чьи имена Были неосторожно названы. На суде Винченце Уже рассказал, Кто его родители И где проживают, Так что ничего нового Он не дал бы В руки инквизиции. Но сам факт того, Что он пожелал Воспользоваться Тайными услугами, Чтобы передать Весточку домой, Может обернуться Против него. Эти соображения, Недоверие К своему визитеру И его странное поведение Побудили юношу Отказаться от его помощи. Он лишь поблагодарил его И тот весьма неохотно Покинул камеру. На прощание Он, однако, Сказал, Что если непредвиденное Обстоятельство Задержит его В тюрьме Дольше, Чем он рассчитывает, Он будет просить Разрешения Навестить Винченца Еще раз. Прошло несколько дней, Но Винченца Более ничего Не слышал О своем новом знакомом. За это время Его еще раз Вызвали на допрос, Окончившийся Столь же безрезультатно, Как и прежние два. Затем прошли Три долгих И томительных Недели Одиночества, Неопределенности И тяжелых Раздумий, Прежде чем он был Вызван На свой Четвертый Допрос. На этот раз В судебном зале Было многолюдно И царила Какая-то Зловещая Торжественность. Поскольку Винченца Упорно Отказывался Признать себя Виновным, А новых Улик Против него Не было, Это никак Не могло Удовлетворить Судей. Поэтому Было Решено, Что по истечении Трех часов Он будет Подвергнут Особому Допросу. А пока Его снова Перепроводили В темницу. Эти часы Ожидания Были Истинным Наказанием Для бедного Юноши. Он знал, Что его ждет, Готовился К этому, Но отчаяние Не раз Охватывало Его, Пока он Беспокойно Ходил По мрачной Холодной Темнице, Пытаясь Сохранить Достоинство, Не утратить Мужество, Выдержку И смелость, Черпая силы В сознании Своей Полной Невиновности. Было Уже Заполночь, Когда Послышались Шаги За дверью И чьи-то Голоса, Он понял, Что за ним Пришли. Загремел Засов, Дверь Отворилась, И вошли Двое В черных Одеяниях. Он понял, Что его Поведут В камеру Пыток. Вошедшие Молча Накинули На него Нечто Похожее На темный Плащ И вывели Из темницы. Они Следовали По пустынным Коридорам И галереям В гробовой Тишине, Словно Здесь Царила Сама Смерть, Которой Была Безразлична Судьба Как Узников, Так и Их Палачей. Наконец Они Спустились В просторную Залу, Где Винченце Уже Был, Когда Впервые Попал Сюда, И, Пройдя Ее, Вошли В один Из Коридоров, В конце Которого Ступени Вели В подземелье. Его Стражи Молчали, А Винченце, Понимая, Что Промолвил Ни Слова. Все Двери, Через Которые Они Проходили, Открывались При первом Жестоке Одного Из Стражей, Второй Женес Факел, Слабо Освещавший Им Путь. Они Прошли Через Подземелье, Похожее На Склеп, И, Наконец Остановились Перед Еще Одной Железной Дверью. После Трех Ударов Жезла Она, Однако, Не Открылась Сразу, А пока Они Ждали, Винченца, Прислушиваясь, Услышал За Дверью Стоны. Приглушенные Массивной Железной Дверью, Они, Казалось, Доносились Откуда-то Издалека. Сердце Юноши Сжалось, И мороз Пробежал По Коже. Они Стояли И ждали Перед Закрытой Дверью, Однако, Страж Не Повторил Стука. Наконец, Она Осторожно Приоткрылась, И показавшийся В дверной Щели Человек Обменялся Знаками Со Стражей, После чего Дверь Снова Захлопнулась. Про Прошествии Нескольких Минут За нею Послышались Громкие Голоса, Что-то Выкрикивавшее На незнакомом Винченца Языке. Стражник, Державший Факел, Тут же Погасил Его. Голоса Становились Ближе И Наконец, Дверь Отворилась И В ее Проеме Винченца Увидел Две Фигуры В черном. Темные Одежды Тесно Обтягивали Их Тела, На лицах Были Маски, А монашеские Капюшоны Были Такой Необычной Формы, Что Напоминали Шутовские Колпаки С длинным До Пят Верхом. Из Прорезей В масках Недобро Блеснули Глаза. Эти Люди Напоминали Чертей Из Преисподней. Видимо, Их Облачение Должно Было Вселять Страх В души Тех Несчастных, Кто Попадал В Их Руки. Винченца Подумал, Что Этот Наряд, Помимо Того, Что Устрашает Других, Делает Их Самих Неузнаваем Ими, Кто Бы Они Ни Были, Теперь Он В Их Власти. Дверь За Его Спиной Громко Захлопнулась. Перед Ним Был Узкий Коридор, Слабо Освещенный Фонарем Под Потолком. По Бокам Его Стояли Два Палача. Они Шли По Коридору, Пока Он Не Закончился Очередной Дверью, Которая На сей Раз Немедленно Открылась При Их Появлении, Чтобы Пропустить Их Еще В Эту Уже Третью Дверь Они Наконец Остановились Перед Подобием Железных Ворот. Крики И стоны, Столь Испугавшие Венченца, Были Теперь Отчетливо Слышны И Доносились, Казалось, Со всех Сторон. Ворота Им Открыл Человек В таком Устрашающем Одеянии, Как Те Двое, Что Вели Венченца. Минуя Еще Одни Двери, Юноша Оказался В Просторной Зале С Высоким Сводчатым Потолком И Стенами, Затянутыми Черной Тканью, Слабо Освещенной Единственным Светильником. Как Только Венченца Вошел, Странный Звук, Похожий На Эхо, Пронесся Вдоль Черных Стен И Затерялся Вдали. Венченца Не Сразу Понял, Куда Он Попал, Но Даже Потом, Осмотревшись Притусклом Светия Светильника, Он Не Смог Разглядеть Все. Какие-то Фигуры, Похожие На Тени, Двигались В разные Стороны, На Столах Лежали Орудия, Применения Которым Он Не Знал, Однако Внутренне Сжался От Зловещих Опасений. Он Снова В ту сторону, Откуда Они Доносились, Как Вдруг Чей-то Голос Из Дальнего Конца Залы Велел Ему Подойти Поближе. Не Видя Никого, Он Медленно И Не Уверенно Пошел В Направлении Голоса. Приказ Был Повторен. И Тогда Сопровождающие Палачи Быстро Схватили Его За руки И Поволокли. В Дальнем Конце Залы Под Черным Балдахином На Возвышении Восседали Трое. То ли Главные Судьи, То ли Главные Палачи. Он Этого Еще Не Знал. В Стороне От Них За Столом Сидел Секретарь Под Низко Опущенной Лампой Освещавший Стол И Лежавшие На Нем Бумаги. Вскоре Венченце Убедился, Что Трое На Подиуме Есть Высший Суд Инквизиция, Состоящая Из Главного Инквизитора, Защитника И Члена Суда. Вид У Всех Троих Был Надменный И Грозный. На Некотором Расстоянии От Стола Секретаря Венченце Увидел Подобие Железной Рамы И Догадался, Что Это Дыба, Страшное Орудие Пытки, А Еще Дальше Что-то Напоминающее Гроб. К Лежал Ли Кто В Соседних Зал И Помещениях, Куда Пересекая Ее Время От Времени Кто-то Входил И Откуда Доносились Приглушенные Стоны И Крики Всякий Раз Как Отворялась Дверь Должно Быть Немедленно Приводились В Исполнение Приговора Выносимые Здесь Тритейским Судом. Венченце Показалось, Что он Попал В ад. Сам Вид Этого Места Зловещий Ритуал Суда И Приготовление К нему Облик Людей Совершающих Суд Напоминали Чистилище. Что Побуждает Человека Подвергать Пыткам И Унижению Своего Ближнего Того, Кто Не Причинил Никому Зла Ни Словом Ни Действием С горечью Спрашивал Себя Юноша Но Взглянув На Троицу На Подиуме Ужаснулся Тому, Что Эти Люди Не Только Добровольно Взяли На Себя Эти Чудовищные Обязанности Но Гордятся Этим Как Великой Честью. Главный Инквизитор Еще раз Повторив Имя Венченце Приступил К Своим Обязанностям. Он Предложил Венченце Покаяться Дабы Избежать Тяжких Мучений. Поскольку Юноша На всех Допросах Говорил Только Правду И Хорошо Знал Что Его Ждет За Это Он Подтвердил Что Не Намерен Менять Свои Показания И Спасать Себя Ложью. Мысленно Он Допускал Что Кто То Может И Оправдал Б Такую Попытку Спастись От Жестоких Пыток. Но Он Знал Как Нет Он Не Колеблясь Был Готов К Любым Испытаниям Ибо Знал Что Тот Кто Вступает На Путь Ложных Показаний Этим Обрекает Себя На Гибель. Его Мучило То Что Он Не Знает Ничего Об Илени Не Может Поручиться Перед Судьями За Ее Невиновность Но Он Не Решался Здесь Даже Произносить Ее Имя Ибо Это Только Вооружило Бы Инквизиторов Новым Еще Более Изощренным Средством Мучить Его Они Не Должны Знать Ни О Глубине Его Чувств К ней Ни О Степени Тревоги За Ее Жизнь Иначе Не Приминут Этим Воспользоваться Он Может Поставить Под Угрозу Жизнь Лены А Себя Полностью Отдаст В руки Инквизиция В Который Раз Суд Призвал Наконец Главный Судья Заявил Что В таком Случае Судьи Снимают Себя Ответственность За все Последствия Не Исключая Смертельный Исход Но Все Было Напрасно Я Невиновен Еще раз Твердо Заявил Винченце Невиновен В том В чем Вы пытаетесь Меня Обвинить Повторяю Невиновен Ни дыба Ни другие Пытки Не Заставят Меня Изменить Мое Заявление Вина За мою Смерть Ляжет Тяжким Позором На ваши Головы Главный Инквизитор Внимательно Выслушавший Его На мгновение Задумался Однако Член Суда Явно Разъявенный Дерзким Поведением Юноши Сделал Палачам Знак Приготовиться В это Время Винченце Увидел В зале Человека В котором Тотчас Узнал Монаха Встретившегося Ему В коридоре Тюрьмы Юноша Был Слишком Поглощен Тем Что Ждало Его В ближайшие Минуты Интерес Его К незнакомцу Не был Столь Сильным Как Накануне Однако Увидев Его Достаточно Близко Он Был Поражен Особым Достоинством С которым Тот Держался И Вглядевшись В Него Более Уже Не Сомневался В том Что Перед Ним Был Таинственный Монах С Развалин Крепости Полуце Это Побудило Винченца Спросить О нем У секретаря Суда Что Повергло Того В полное Сметение В это Время Монах Пересек Залу И Скрылся В дальней Ее Двери Тем Не Менее Это Не Остановило Винченца И Он Громко Повторил Свой Вопрос На Это Последовало Довольно Грозное Замечание Судьи Что Он Здесь Не Вправе Задавать Вопросы Особенно Если Они Не Относятся К Делу Бедняга Секретарь Изменился В лице В это Время Палачи Закончив Приготовление Приблизились К нему И Сняв С него Камзол И Жилет Связали Ему Руки Завязали Глаза И Сверху Накинули На него Кусок Темной Ткани Верховный Суд Начал Свой Допрос Вы Были Когда-нибудь В церкви Святого Духа Спросил Главный Судья Да Коротко Ответил Винченца Вы Позволяли Себе Проявлять Неуважение К нашей Святой Религии Нет Никогда Твердо Ответил Винченца Ни Словом Ни Действием Никогда Ни Словом Ни Действием Напрягите Вашу Память Предупреждающая Изрек Член Суда Разве Не Вы Оскорбили В этом Храме Священнослужителя Нашей Святой Церкви Винченца Ничего Не Ответил Сразу Догадавшись По Характеру Вопросов Какое Обвинение Суд Намерен Выдвинуть Против Него Сообщаемых Им Достоверных Фактов Может Оказаться Недостаточно Чтобы Обвинить Его В Ересе Никогда Еще Ему Не Задавали Таких Прямых И Точных Вопросов Видимо Приберегли На крайний Случай Чтобы Не Дав Ему Подготовиться Застать Врасплох Отвечайте Не Вы Ли Нанесли Оскорбление Католическому Священнику В церкви Святого Духа В Неаполе И Сделали Это В тот Момент Когда Он Совершал Покаянную Молитву В храме Добавил Чей-то Голос Винченца Вздрогнул Узнав Голос Монаха Исполуце Кто Задает Мне Этот Вопрос Воскликнул Он Громко И Требовательно Вы Здесь Для Того Чтобы Отвечать На Вопросы А не Задавать Их Отвечайте Приказал Главный Инквизитор Я Оскорбил Священника Но Я Не Оскорблял Ни Церковь Ни Нашу Религию Вы Не Знаете Святые Отцы Того Горя Которое Он Причинил Довольно Замолчите Гневно Перебил Его Главный Инквизитор Отвечайте На Вопрос Вы Оскорбили Его И Угрожали Ему Чем Вынудили Святого Отца Прервать Молитву Не Так Ли Своими Угрозами Вы Заставили Его Покинуть Храм И Укрыться В Монастыре Нет Воскликнул Винченце Он Действительно Покинул Храм После Моих Слов Но Мог Бо И Не Делать Этого Если Бо Ответил Мне На Мои Вопросы Или Пообещал Вернуть В Родной Дом Ту Которую Так Коварно Отнял У Меня Он Мог Б Спокойно Остаться В Церкви И Закончить Молитву Я Б Ему Не Помешал Как Возмутился Главный Судья Вы Посмели Прервать Его Беседу С Богом Вы Признаетесь В том Что Заставили Его Покинуть Храм Божий Этого Вполне Достаточно Заключил Разгневанный Главный Судья Где Вы Впервые Увидели Элену Ди Розальба Спросил Знакомый Голос Я Снова Спрашиваю Кто Задает Мне Этот Вопрос Повторил Винченце Не Забывайтесь Подсудимый Не Имеет Права Что Либо Требовать Здесь Раздраженно Предупредил Его Главный Инквизитор Не Вижу Связи Между Вашим Предупреждением И Только Что Сделанным Вами Заключением Вы Слишком Дерзко Ведете Себя Подсудимый Отвечайте На вопрос Который Только Что Был Вам Задан Иначе Наши Служители Исполнят Свой Долг Пусть Повторит Вопрос Тот Кто Его Задавал Потребовал Винченце Тот же Голос Повторил Вопрос Я Впервые Увидел Элену Ди Розальба В церкви Сан Лоренцо С горестным Вздохом Произнес Винченце Тогда Она Уже Была Пострижена В Монахине Она Никогда Не Постригалась В Монахине И Не Собиралась Этого Делать Горячо Возразил Винченце Где Она Проживала В это Время Она Проживала Вместе Со Своей Родственницей На Вилле Алтиере Она Пребывала Бы Там И Сейчас Но Из-за Коварных Происков Одного Монаха Она Была Увезена Когда Я Спас Ее Оттуда Ее Снова Похитили И Выдвинули Против Нее Самые Лживые И Недостойные Обвинения Святые Отцы Я Прошу Вас Я Умоляю Но Здесь Винченце Словно Опомнившись Умолк Поняв Что Раскрывает Тайну Своего Сердца И Отдает Себя На Милость Инквизиторов Назовите Имя Этого Монаха Промолвил Голос Если Я Не Ошибаюсь Вы Его Знаете Монаха Зовут Скидоне Он Доминиканец Из Монастыря Святого Духа В Неаполе Тот Самый Который Обвинил Меня В Нанесении Ему Оскорблений Откуда Вам Известно Что Это Он Обвинил Вас Спросил Голос Потому Что Он Мой Враг Ваш Враг Переспросил Инквизитор Ранее Вы Говорили Что У вас Нет Врагов Вы Непоследовательны В своих Показаниях Вас Предупреждали О том Что Вам Не Следует Посещать Виллу Алтиери Спросил Неизвестный Почему Вы Пренебрегли Предупреждением Это Вы Предупреждали Меня Решительно Заявил Винченце Теперь Я Это Знаю Я Строго Промолвил Незнакомец Да Вы Вы Предупредили Меня О смерти Синьора Бианки Вы Есть Мой Враг Тот Самый Отец Скидони Мой Обвинитель Кто Задает Эти Вопросы Неожиданно Опомнился Главный Инквизитор Кто Присвоил Себе Право Допрашивать Заключенного Ответа Не Последовало Судьи Взволнованно Переговаривались Наконец В наступившей Тишине Снова Прозвучал Голос Неизвестного Монаха Я Скажу Только Одно Было Ясно Что Обращался Он К Винченце И Тот Это Понял Я Не Отец Скидони Тон Каким Это Было Сказано Не Оставил У Юноши Сомнений Что Монах Сказал Правду Этот Голос Продолжавший Напоминать Ему Голос Монаха Из Полуце Не Мог Быть Голосом Скидони Винченце Был Потрясен О Если бы Он мог Сбросить Себя Это Ужасное Покрывало Сорвать Сглаз Повязки Увидеть Говорившего Но Руки Его Были Связаны Он Попросил Бо Его Назвать Своё Имя И Объяснить Ему Все Свои Странные Поступки Там В Неаполе На Разваленных Старой Крепости Кто Из Посторонних Присутствует В Этой Зале Наконец Произнёс Главный Инквизитор Голосом Который Должен Был Был Повергнуть Всех Втрепет Однако Лишь Выдал Собственный Испуг Судьи Кто Назовитесь Ответа Не последовало Снова Тревожно Зашептались Судьи В зале Царила Растерянность Происходило Что-то Невероятное И Винченция Прислушиваясь Терпеливо Ждал Чем Всё Это Кончится Хлопнули Двери Слышно Было Как Присутствующие Покидают Залу Затем Наступила Тишина Но Он Чувствовал За своей Спиной Сторожащих Его Палачей Дожидающихся Приказа Чтобы Приступить К выполнению Своих Ужасных Обязанностей Шло Время Наконец Винченция Услышал Приближающиеся Шаги И Кто-то Отдал Приказ Освободить Его И Отвезти В темницу Когда Повязка Была Снята С Его Глаз Он Увидел Что Суд Покинул Залу Не Было И Незнакомца Догорал Светильник И Зала Все Больше Погружалось В темноту Палачей Вывели Его Из Зала И Доведя По коридорам До того Места Где Приняли Его От Тюремных Стражей Снова Передали Им Вернувшись В камеру Винченция С удовольствием Растянулся На Соломенном Матрасе И В темноте И Тишине Предался Размышлениям О том Что с ним Произошло За последние Несколько Часов Больше Всего Его Мысли Занимал Загадочный Незнакомец Он Постарался Припомнить Свои Встречи С ним В окрестностях Неаполя И Сегодняшнюю Встречу Здесь В Риме В коридорах Инквизиции И Сопоставляя Их Старался Понять Кто Он Этот Загадочный Человек И Почему Так Странно Расспрашивал Его Сюда Он Вспомнил Свою Первую Встречу С ним На Разваленных Крепости Полуца Он Направлялся На Виллу Алтиери А Монах Предупредил Его Не Ходить Туда Вспомнил Как Он Заманил Его И Паула В Подземелье Крепости Продержав Там Ночь А Потом Предупредил О Смерти Синьоры Бианки И Похищении Элены Чем Больше Он Думал Над Загадочным Поведением Монаха Тем Больше Склонялся К тому Что Это Были Действия Человека Осведомленного И Явно Недоброжелательного По отношению К нему Таким Мог Быть Только Скидони Бесспорно Он Делал Все Это По Приказанию Его Матери Решивший Всеми Способами Воспрепятствовать Общению Винченца С Эленой Итак Скидони Предупреждал Его О Том Что Сам Ж Говорил И Совершал Поэтому И Был Так Точен В Своих Предсказаниях Вспомнив О Зловещих Обстоятельствах Смерти Синьоры Бианки Винченца Похолодел От Ужаса А Что Если Это Не Только Скидони Мысль Была Настолько Чудовищной Что Он Тут же Прогнал Е Однако Воспоминания О Встрече Со Скидони В Будуаре Матери Заставили Его Снова Сомневаться Что Таинственный Монах И Скидони Это Одно Лицо Так И Не Придя Ни К Какому Заключению Усталый И Измученный Юноша Наконец Уснул Возможно Было Уже Около Двух Часов Ночи Когда Он Внезапно Проснулся От Каких-то Звуков В Его Темнице Прислушив Прислушившись Он Он Услышал Лишь Вой Ветра Когда Он Снова Уснул Сон Его Был Тревожен И Полон Кошмаров Он Видел Фигуру Монаха Который Бесшумно Приближался К его Ложу Лицо Его Было Скрыто Капюшоном Но Вот Он Его Отбросил И Винченцо Увидел Что Это Не Скидония Кто-то Другой Незнакомый Что-то Странное Было В Его Лице Недобро Горели Его Глаза Он Не Был Похож На Человека А Скорее На Призрак Вот Он Вдруг Вынул Кинжал И Протянул Его Винченце На Кинжале Были Пятна И Винченце Понял Что Это Кровь Он В ужасе Отшатнулся И Закрыл Глаза А Когда Открыл Их Монах Уже Исчез Из Короткого Забытия Его Вывел Чей-то Тяжкий Стон Испуганный Винченце Открыв Глаза Снова Увидел Фигуру Монаха Он Стоял Перед Ним И Лицо Его Было Скрыто Капюшоном Но Теперь Это Был Уже Не Сон Ибо Он Услышал Его Голос Монах Откинул Капюшон И Винченце Увидел То же Лицо Призрака Что Видел Во сне Ужас Охватил Его Вместо Кинжала В руке Монаха Был Фонарь Это Ваша Последняя Ночь Тихо Промолвил Монах А Завтра Ради Всего Святого Кто Вы Зачем Пришли Сюда Воскликнул Перепуганный Винченце Не Спрашивайте А Лучше Отвечайте Мне Винченце Поразили Не Только Слова Но И Тон Которым Они Были Сказаны Давно Ли Вы Знаете Отца Скидони Где Вы Впервые Увидели Его Я Знаю Его Не Более Года Он Духовник Моей Матери Впервые Увидел Его В коридоре Родительского Дома Когда Он Вы Вы Уверены Что Все Было Именно Так Ваша Память Вам Не Изменяет Справился Монах Сделав Странное Ударение На Последних Словах Это Очень Важно Да Монах После Паузы Казалось Бы Пустячная Встреча Вы Ее Запомнили Значит Это Отложилось В вашей Памяти За Какие Нибудь Пару Лет Мы Много Успеваем Забыть Он Вздохнул Я Хорошо Помню Обстоятельства Этой Встречи Сказал Заинтересованный Винченце Было Уже Довольно Поздно Опускались Сумерки Он Как-то Неожиданно Возник Передо Мной Произнес Звонят К Вечерней Месси Его Голос Поразил Меня Я Услышал Что В это Время Действительно Звонил Колокол Церкви Святого Духа Вы Хорошо Знали Его Нет Он Был Знаком Мне Лишь Внешне Вы Что-нибудь Слышали О нем О его Прошлой Жизни Нет Ничего Необычного Что Касалось Б Его Добавил Монах Винченце Помедлил Прежде Чем Ответить Ибо Вспомнил Ту Странную Историю Которую Не Успел Досказать Ему Паула Когда Они С ним Оказались В подземелье Крепости Полуце Он Он Говорил Об Одной Исповеди В Церкви Кающихся Грешников Но Винченце Не Мог Утверждать Что Это Имеет Отношение К Скидоне Он Вспомнил Также Окровавленное Монашеское Деяние Найденное Там же В Подземелье Крепости Но Все Это Показалось Ему Теперь Таким Же Зловещим И Нереальным Как Присутствие Этого Монаха В его Темнице Сейчас Вы Слышали Что Нибудь Необычное Об Отце Скидоне Отвечайте Голос Монаха На сей раз Звучал Сурово Вам Не Кажется Странным Что Я Должен Отвечать На Вопросы Человека Который Не Пожелал Даже Назвать Своё Имя Рассердился Винченце Моё Имя Давно Предано Забвению Его Никто Уже Не Помнит Тихо Я Предоставляю Вас Вашей Судьбе Какой Судьбе Испуганно Воскликнул Винченце Какова В таком Случае Цель Вашего Визита Прошу Вас Скажите Вы Вскоре Сами Все Узнаете Но Будьте Милостивы К себе Какая Судьба Меня Ждет Настаивал Взволнованный Винченце Не Спрашивайте Меня Более Лучше Отвечайте На Мои Вопросы Скидони Я Рассказал Вам Все Что Знаю О нем А Остальное Лишь Одни Предположения Какие Предположения Не Относятся Леони К Исповеди В Церкви Кающихся Грешников Церковь Принадлежит Монастырю Санта Мария Дель Пианта Вы Об Этом Знаете Удивленно Воскликнул Винченце Что Вам Известно Об Этой Исповеди Ничего Говорите Правду Строго Приказал Монах Исповедь Это Тайна Она Известна Только Исповеднику Как Могу Я Ее Знать Разве Вы Никогда Не Слышали О том Что Отец Скидони Повинен В Многочисленных Тяжелых Преступлениях Которые Пытается Теперь Замолить Нет Не Слышал Испуганно Промолвил Юноша Не Слышали О том Что У него Была Жена Брат Нет О том Как он Совершал Свои Убийства Монах Умолк Словно Давал Винченце Время Осознать Весь Ужасный Смысл Своих Слов Значит Вы Ничего Не Знаете О Скидоне Снова Промолвил Он После Долгой Паузы Ничего О Его Прошлой Жизни Ничего Кроме Того Что Я Уже Сказал Повторил Винченце Тогда Внимательно Выслушайте Все Что Я Сейчас Вам Камеру Пыток На Этот Раз Вы Попадете В Камеру Которая Помещается За Залой Суда Там Вы Увидите Много Такого О чем Никогда Не знали И не Подозревали Но Не Пугайтесь Я Буду Там Хотя Я Останусь Невидимым Невидимым В растерянности Произнес Юноша Не Перебивайте Меня А Лучше Слушайте Если Вас Начнут Спрашивать Об Отце Скидоне Сообщите Им Что В течение Пятнадцати Лет Он Скрывался Под Видом Монаха В Доминиканском Монастыре Святого Духа Что В Неаполе Когда Вас спросят Кто Он Назовите Его Имя Фернандо Граф Ди Бруно На Вопрос Почему Он Скрывался Посоветуйте Им Справиться В церкви Кающихся Грешников Что В монастыре Санта Мария Дель Пианту Возле Неаполя Попробуйте Чтобы Вызвали В суд Для Показаний Отца Ансальдо Ди Риволли Он Может Рассказать Суду Об Исповеди Которую Ему Пришлось Выслушать Вечером 25 апреля 1725 года В конце Праздника Святого Марка Столько Времени Прошло Что Он Может Забыть Об Этой Исповеди Возразил Винчанце Не Беспокойтесь Он Ее Не Забыл Ответ Монах Но Позволит Ли ему Его Совесть Нарушить Тайну Исповеди Суд Прикажет Ему Сделать Это И Таким Образом Снимет Грех С его Души За Разглашение Тайной Исповеди Сурово Сказал Монах Он Не Посмеет Ослушаться Приказа Суда Далее Вы Должны Потребовать Призвать К ответу Отца Скидони За Все Те Злодейства Которые Раскроет Исповедник Ансальдо Монах Умолк Ожидая От Винчанца Ответа Как Могу Я Это Сделать По Подстрекательству Незнакомого Мне Человека Ни Совесть Необыкновенная Осторожность Не позволят Мне Говорить То Что Я Не Могу Подтвердить Доказательствами Это Верно Что У меня Есть Основания Считать Скидони Своим Врагом Но Я Не Могу Быть Несправедливым Даже К Своему Врагу У Меня Нет Никаких Доказательств Что Он Граф Дебруно И Повинен В тех Преступлениях О Которых Вы Говорите Я Не Хочу Чтобы Меня Использовали Для Вызова Кого Либо В суд Где Невинность Не Может Найти Защиты А Для Осуждения На Смерть Достаточно Всего Лишь Подозрения Значит Вы Подвергаете Сомнению Все Что Я Вам Сказал Надменно Произнес Монах Как Могу Я Верить Не Имея Доказательств Защищался Винченце Есть Вещи Не Требующие Доказательств В Вашем Случае Все Именно Так Вам Следует Только Сделать Заявление Суду Я Свидетельствуя Перед Богом И Людьми Что Все Что Я Сказал Сущая Правда Торжественно Произнес Монах Повысив Голос Винченце Вздрогнул Увидев Каким Недобрым Огнем Зажглись Глаза Монаха Но Выдержка Не Изменила Юноше И Он Бесстрашно Спросил Кто Ж Тот Кто Так Уверенно Свидетельствует Почему Мои Заявления Должны Основываться На Свидетельствах Какого-то Незнакомца Почему По его Требованию Я Должен Обвинить Другого Даже Не Зная Его Вины Вас Не Просят Выдвигать Обвинения Вы Должны Лишь Потребовать Вызова В суд Тех Кто Может Сделать Это Однако Я Должен Помогать Им В этом Не Так Ли А Если Обвинения Окажутся Ложными Горячо Возражал Юноша Если Вы Так Уверены В их Достоверности Почему Сами Не Можете Вызвать На Суд Священника Ансальдо Я Сделаю Даже Больше Ответил Монах Ну И Это Тоже Надеюсь Я Сам Буду На Суде Это Было Сказано Столь Торжественно И Подчеркнуто Что Даже Напугало Винченца Однако Он Быстро Спросил В Качестве Свидетеля Да В Качестве Несчастного Свидетеля Как-то Странно Ответил Монах Разве Свидетель Не может Потребовать У суда Вызова Любого Кого Сочтет Нужным Неуверенно Спросил Юноша Может Ответил Монах Тогда Почему Вы Просите Меня Совершенно Незнакомого Вам Человека О том Что Можете Сделать Сами Не Надо Более Вопросов Остановил Его Монах А теперь Скажите Вы Сделаете Суду Заявление Последствия Моих Заявлений Могут Оказаться Столь Серьезными Что Я Предпочитаю Чтобы Это Сделали Вы Когда Я Приказываю Вы Должны Повиноваться Промолвил Монах Грозно Посмотрев На него Винченци Испугавшись Попробовал Вновь Объяснить Причину Своего Отказа Он Не Хотел Участвовать В этом Странном Деле Я Не Знаю Вас Святой Отец Не Знаю И Священник Ансальду Которого Вы Мне Приказываете Вызвать В суд В суд Оправдывался Он Теперь Вы Узнаете Меня Мрачно Промолвил Монах И Вынул Кинжал Винченци С ужасом Вспомнил Сон Взгляните На эти Темные Пятна Промолвил Монах Показывая Ему Клинок Винченци Увидел На лезвии Кинжала Следы Запекшейся Крови Эта Кровь Должна Спасти Вас Это Неопровержимое Свидетельство Правды Завтра Вечером Мы Встретимся В камере Пыток Вернее В камере Смерти Сказав Это Он Повернулся И Пока Винченци Приходил В себя Исчез Наступившая Полная Тишина Свидетельствовала О том Что Винченци Опять Остался Один Он Просидел В глубоком Раздумье До самого Рассвета Пока Наконец Не Отворилась Дверь И Не Вошел Тюремщик Принесший Завтрак Кружку Воды И Кусок Хлеба Винченци Не Выдержав Спросил У него Как Зовут Человека Посетившего Ночью Его Темницу Тот С таким Удивлением Посмотрел На него Что Винченци Повторил Свой Вопрос Я Нес Дежурство С часу Ночи В темницу Никто Не Входил Синьор Винченци Пристально Посмотрел На Стража Но Ни Вид Ни Поведение Последнего Не Свидетельствовали О том Что Он Говорит Неправду И Все же Трудно Было Поверить Что Визит Монаха Мог Остаться Незамеченным Ты Слышал Какой-нибудь Шум Ночью Или Все Было Тихо Расспрашивал Юноша Я Слышал Как Колокол Отбивал Время В храме Святого Доминика Ответил Страж И Как Менялись Часовые Непонятно Размышлял Винченци А Чьи-нибудь Шаги Или Голоса Страж Снисходительно Улыбнулся Я Слышал Только Как Обменивались Паролем Часовые А ты Уверен Что это Были Часовые Как Ты Их Узнал Сменяясь Они Называют Пароль Кроме Того Слышно Было Как Бряться Это Оружие А Их Шаги Отличаются От Шагов Других У них Тяжелая Походка И К тому же Их Обувь Подкована Железом Почему Вы Спрашиваете Меня Об этом Синьор Ты Охранял Дверь Моей Темнице Не Так Ли Да Синьор И Ты Не Слышал Ни Единого Звука Доносившегося Из этой Камеры Или Или Голосов Нет Синьор Не Бойся Приятель Я Тебя Не Выдам Признайся Ты Заснул Со Мною Был Мой Напарник Синьор Он По-вашему Тоже Спал А Если Бы Так То Без Ключей В Камеру Не Войти А Ключи Были У Нас Ну Их Легко Можно Было Взять У Спящего Человека Но Можешь Положиться На Меня Я Вас Не Выдам Что Воскликнул В негодовании Тюремщик Я Три Года Несу Службу В Тюрьме Инквизиции И Не Позволю Какому-то Еретику Обвинять Меня В Неродивом Исполнении Своих Обязанностей Если Это Обвинение Еретика То Можешь Успокоиться Здесь Словам Еретиков Не Верят Мы Не Сомкнули Глаз Всю Ночь Обиделся Тюремщик Собираясь Покинуть Камеру Тогда Просто Непонятно В раздумье Произнес Винченце Каким Образом В мою Камеру Мог Проникнуть Незнакомец Сеньор Вы Все Еще Не Проснулись Ответил Тюремщик Задерживаясь Сюда Никто Не Входил Значит Сон Продолжается Неуверенно Сказал Юноша Все Это Мне Приснилось Слова Тюремщика Произвели На него Такое Впечатление Что Что Сам Стал Верить Что Все Было Во Сне Когда Люди Спят Они Видят Сны Ехидно Заметил Тюремщик Все Это Вам Приснилось Сеньор Человек Хотя Хотя Ты Не Видел Как Он Вошел Ко Мне Может Ты Вспомнишь Что Видел Его Когда Нибудь Среди Инквизиторов Святой Доминик Спаси И Помилуй Испуганно Воскликнул Тюремщик Удивленный Винченце Еще раз Справился Знает Он Быстро Повернулся И Ушел Винченце Подумал Что Его Уход Скорее Напоминает Бегство И Что Для Служителя Святой Инквизиции С Немалым Стажем Непростительной Осторожностью Была Столь Длительная Беседа С Заключенным Однако Он На Нее Решился Глава Шестая Ужель Уж Полночь Холодный Пот Покрыл Мое Чело Чего Страшился Я Шекспир В тот же час вечером за дверью послышались шаги Заскрежетал тяжелый засов Дверь открылась и на пороге появились вчерашние тюремщики На него снова был наброшен плащ и его вывели из камеры он слышал как за ним словно навсегда захлопнулась дверь в эту минуту он вспомнил слова монаха когда тот показывал ему кинжал и Винченце был рад что не изменил себе и не пошел на уступку он даже приветствовал бы теперь наказание ждущее его ибо был горд тем что устоял и не согласился обвинить скидони в том что не смог бы сам доказать не видя куда его ведут он по длине коридоров количеству поворотов и ступеней проверял ведут ли его той же дорогой что и вчера когда внезапно один из стражников чтобы предупредить его сказал ступени он почему-то обрадовался что услышал хотя бы одно слово за весь этот долгий путь с завязанными глазами он считал ступени чтобы проверить идет ли он тем же путем что накануне но достигнув конца лестницы почему-то решил что нет то что ему сразу завязали глаза тоже говорило что ведут его новой дорогой и в новое место они шли долго то поднимаясь по лестницам то спускаясь а он все считал ступени потом его вдруг удивило что его шаги так гулко звучат в пустоте а шагов тюремщиков более не слышно он понял что передан стражем инквизиции окружавший его воздух был тяжел от сырости и липок как туман ему вспомнились слова монаха о встрече в камере смерти наконец они остановились и Винченцо услышал три удара жезлом в кованую дверь за нею послышался голос и дверь отворилась по повторяющемуся скрипу дверных петель он понял что проходит через одну за другой двери и ему показалось что его ведут в ту же залу суда где он был накануне снова три стука жезлом в дверь и он почувствовал что дышать стало легче он понял что оказался в просторном помещении ибо шаги его отдавали здесь гулким эхом снова голос велел ему подойти поближе следовательно он опять предстал перед судом голос принадлежал главному инквизитору Винченцо де Вивальди назовите полностью свое имя на вопросы отвечайте кратко точно и без утайки под страхом наказания как и предсказывал монах суд начал дознание с вопроса что ему известно об отце Скидоне когда же Винченцо поведал суду все что он накануне рассказал незнакомцу последовало замечание судьи что он не все рассказал о Скидоне ибо знает о нем гораздо больше я более ничего не знаю защищался юноша вы уклоняетесь от ответа прервал его судья расскажите все что слышали о нем и помните о клятве которую вы здесь дали говорить правду Винченцо подавленно молчал громовым голосом судья снова напомнил ему о клятве я не нарушил клятву наконец произнес он прошу вас поверьте мне то что я могу рассказать вам не является для меня бесспорным и за достоверность этих фактов я не могу поручиться говорите правду в друг услышал он чей-то голос но это не был голос кого-то из судей Винченцо вдруг показалось что эти слова произнес монах его вчерашний посетитель после недолгой паузы Винченцо рассказал суду все что узнал от незнакомого ему монаха о семье Скидоне и его пребывании в монастыре под видом монаха однако он умолчал об отце Ансальдо и странной исповеди Винченцо закончил тем что снова повторил что ничем не может подтвердить достоверность того что только что рассказал из какого источника вам стало это известно незамедлительно последовал вопрос судьи Винченцо молчал я спрашиваю вас из какого источника громко повторил судья после минутного колебания Винченцо наконец решился то что я расскажу вам сейчас святые отцы настолько невероятно остерегитесь услышал он у самого уха голос и узнав его смешался и не закончил фразу назовите источник требовал судья не знаю растерянно произнес юноша вы уходите от ответа я протестую ваше преосвященство ибо я действительно не знаю ни имени ни сана того кто мне это рассказал я никогда не видел его до того как он поведал мне об этом остерегитесь снова негромко но настойчиво произнес голос на ухо винченцев сдрогнул и невольно обернулся забыв что у него завязаны глаза вы сказали что могли бы рассказать нам нечто невероятное напомнил ему главный судья не означает ли это что вы тоже ждете отсюда каких-либо неожиданных решений как например снисхождение гордый юноша был оскорблен подобным позорящим его предложением однако не пожелал даже опровергать его почему вы не предлагаете им вызвать в суд священника ансальду шепнул ему голос вспомните что я говорил вам Винченце даже вздрогнул от негодования и наконец отважился мой осведомитель святые отцы стоит рядом со мной я узнал его голос задержите его это очень важно чей голос переспросил судья здесь звучал лишь мой голос нет голос того кто стоит рядом со мной взволнованно воскликнул Винченце он говорил очень тихо но я узнал его вы или хитрите или потеряли рассудок от страха заключил главный судья рядом с вами нет никого кроме стражи инквизиции заметил член суда и они ждут когда смогут выполнить свои обязанности если вы откажетесь отвечать на наши вопросы я настаиваю на своем утверждении и прошу развязать мне глаза чтобы я мог указать вам на моего недруга требовал Винченце после долгого совещания суд удовлетворил его просьбу повязка с его глаз была снята но никого кроме стражей рядом с ним не было лица последних были скрыты под масками возможно один из них и мог оказаться его таинственным преследователем если он был человек а не злой дух Винченце ничего не оставалось как попросить суд дать ему возможность взглянуть на лица под масками на что последовало резкое замечание главного судьи тут же обвинившего юношу в нарушении законов инквизиции святой веры а также в попытке подвергнуть опасности ее служителей свято выполняющих свой долг долг в негодовании воскликнул Винченце неужели нерушимость веры ныне охраняют черти из преисподней стражи не дожидаясь приказа грубо схватили его и снова завязали ему глаза Винченце почувствовал как крепко они держат его но невероятным усилием он вырвался из их рук и снова сорвал с глаз повязку но голос судьи приказал немедленно завязать ему глаза если вы хотите чтобы я вам и далее отвечал твердо промолвил Винченце я требую оградить меня от незаслуженной жестокости этих людей если вы позволите им и далее наслаждаться страданиями своей жертвы вы более не услышите от меня ни единого слова если мне суждено и далее страдать то это будет только в рамках требуемых законом главный судья пообещав ему защиту закона потребовал ответить что только что сказал ему его таинственный голос Винченце рассудив что хотя закон не позволяет ему обличать его врага не имея на то достоверных доказательств здравый смысл подсказывает что не имеет смысла жертвовать собой ради решения неразрешимой дилеммы приняв такое решение он более не колеблясь рассказал суду что голос посоветовал ему потребовать вызова в суд некоего отца Ансальдо исповедника монастыря Санта Мария дель Пианто близ Неаполя а также отца Скидони последний должен будет опровергнуть или признать обвинение отца Ансальдо Винченце неоднократно повторил что суть обвинения ему неизвестно как и то насколько они справедливы заявление Винченце повергло суд в замешательство Винченце слышал их негромкие голоса что-то обсуждавшие довольно долго это дало ему время поломать голову над загадкой не был ли его незнакомец одним из палачей и он должно быть достаточно долго жил в неаполе наконец суд возобновил заседание и первым вопросом заданным Винченце был вопрос знает ли он отца Ансальдо юноша поспешил ответить что никогда не знал его что также не знает никого из монастыря санта мари дель Пианту или кого-либо, кто бы знал главного исповедника этого монастыря. — Как не знаете? — воскликнул на это главный инквизитор. — А тот человек, который предложил вам вызвать священника на суд, разве он его не знает? Вы, должно быть, забыли? — Простите, но я не забыл, — ответил юноша. — Прошу учесть, что я не знаком с этим человеком. Если он и сообщил мне об отце Ансальдо, я не отвечаю за достоверность этих сведений. Винченце настаивал на том, что не вызывал отца Ансальдо или кого-либо другого на суд, а лишь повторил по их требованию то, что сказал ему незнакомец. Судьи вынуждены были согласиться со справедливостью его замечания и освободить его от ответственности за любые последствия вызова этих людей в суд. Но гарантия собственной безопасности не успокоила его. Он опасался, что может невольно своими действиями бросить тень на невинного человека. Главный судья, потребовав тишины, снова продолжил работу суда. «Все, что вы сказали о вашем осведомителе, столь необычно, что не заслуживает доверия. Но то, что вы ставите под сомнение те обвинения, которые он выдвинул, свидетельствует, что вызов указанных лиц на суд не был преднамеренным действием с вашей стороны». «Но уверены ли вы, что это не обман, и голос, который вы слышали, не является плодом вашей болезненно возбужденной фантазии?» «Я уверен в этом», — твердо сказал Винченце. «Да, это верно. Около вас находилось несколько человек, когда вы потребовали дать вам возможность найти того, чей голос вы слышали. Но как объяснить, что только вы слышали этот голос, и никто более?» «Где сейчас эти люди?» — спросил Винченце. «Они разбежались, напуганные вашими обвинениями. Если вы позовете их сюда и развяжете мне глаза, я покажу вам этого человека, если он будет среди них». Суд отдал распоряжение собрать всех, кто до этого был в зале, но тут же возникли непредвиденные трудности. Никто не мог вспомнить этих людей. Наконец, нашли некоторых из них. Винченце в тревожном ожидании прислушивался к шагам тех, кто входил в залу и с нетерпением ждал, когда ему развяжут глаза и кончится столь затянувшаяся неопределенность его положения. Наконец, по приказу судьи с его глаз была снята повязка, и ему было велено указать на своего загадочного осведомителя. Бросив взгляд на стоявших перед ним людей, Винченце пожаловался на тусклый свет в зале. «Я не вижу их лиц», — сказал он. Судья распорядился принести дополнительный светильник, а всех собравшихся стать полукругом справа и слева от Винченца. Юноша, окинув всех взглядом, тут же заявил. «Его здесь нет. Никто из стоящих здесь не похож на монаха из полуца. Хотя подождите. Кто тот, что прячется в тени за последним человеком слева? Велите ему открыть лицо». Толпа инстинктивно отступила назад, и человек, на которого указал Винченца, остался один. «Он офицер инквизиции», — объяснил Винченца, стоявший рядом с ним человек. «Он не имеет права открывать свое лицо. Он может сделать это лишь по приказу суда». «Я прошу суд отдать такой приказ», — громко заявил Винченца. «Кто требует этого?» — послышался голос, и Винченца узнал голос с монаха, но так и не смог понять, откуда он донесся. «Я, Винченца де Вивальде, я требую этого по праву, предоставленному мне законом. Откройте ваши лица!» В суде наступила мертвая тишина. Среди судей пронесся легкий ропот возмущения, и тут же умолк. Человек продолжал стоять неподвижно, не собираясь подчиняться требованию юноши. «Оставьте его!» — урезонивал Винченца, стоявший с ним рядом страж. «У него есть причины хотеть остаться неузнанным. Вам их не понять. Он офицер Инквизиции, а не тот, кого вы ищете. Возможно, я знаю его причины», — повысив голос, произнес Винченца. «Я прошу суд и вас всех, стоящих здесь в монашеских сутанах, открыть свои лица». И вдруг голос из суда громко приказал. «Суд именем Священной Инквизиции приказывает всем открыть свои лица». Винченца заметил, как вздрогнул одиноко стоявший человек, однако приподнял с лица свой низкоопущенный капюшон ровно настолько, чтобы открыть лицо. Увы, это оказался не его монах, а какой-то мелкий служащий Инквизиции, которого он уже пару раз видел раньше, но при каких обстоятельствах Винченца не вспомнил. «Нет, это не он», — ответил разочарованно юноша и отвернулся. Чиновник снова закрыл лицо капюшоном, и толпа скрыла его от Винченца. Судьи, переглянувшись, молчали. Наконец, главный судья, взмахнув рукой, словно призывая всех к вниманию, обратился к юноше. «Похоже, вы прежде уже видели лицо вашего осведомителя». «Я уже об этом сказал», — ответил Винченца. «Судья справился, где и когда это было. Прошлой ночью у меня в камере». «В камере?» — насмешливо переспросил член суда. «И, разумеется, во сне. В камере?» — хором повторили судьи низшего ранга. «Он и сейчас видится», — он заметил тот же член суда. «Святые отцы! Своими галлюцинациями он испытывает наше терпение. Мы напрасно теряем время». «Следует все же выяснить все до конца», — возразил кто-то из судей. «Он обманывает нас. Винченца де Вивальди, если вы намерены ввести суд в заблуждение, остерегитесь делать это». То ли в памяти Винченца все еще звучал голос таинственного монаха или тон, каким было сделано ему предупреждение, но юноша вздрогнул и быстро спросил, кто произнес эти слова. «Мы». Невозмутимо произнес кто-то из членов суда. После короткого совещания суд решил вызвать тюремщиков, дежуривших в прошлую ночь. Те, кого пригласили для опознания, были отпущены. Допрос был прерван до прихода тюремщиков. Винченца слышал только негромкие голоса переговаривающихся судей. Сам он был удивлен и немного растерян. Когда появились тюремщики, они без каких-либо колебаний или страха заявили, что прошлой ночью, после того, как заключенный вернулся из зала суда, в его камеру никто не входил. Лишь утром тюремщик принес ему положенные воду и хлеб. Несмотря на то, что они настаивали на своих показаниях, суд решил взять их под стражу до полного выяснения всех обстоятельств. Кое-кто из судей, однако, выразил сомнение в достоверности показаний тюремщиков, что тут же привело к спорам и обмену мнениями, которые ничего не прояснили, а наоборот, внесли еще большую путаницу. Главный судья, чье недоверие к Винченца возрастало, предупредил его, что если опросы тюремщиков покажут, что он ввел суд в заблуждение, его ждет суровое наказание. Если же будет доказано, что в результате нерадивости охраны кто-то действительно вошел в его камеру, суд подойдет к нему с пониманием. Винченца, посчитавший необходимым в доказательство своей искренности рассказать суду, как все было и как выглядел его ночной гость, постарался сделать это, однако умолчал о кинжале. Суд выслушал его с вниманием. В зале царила настороженная тишина. Юноша сам испытывал нечто похожее на страх, ожидая, что каждую минуту его может остановить негодующий голос монаха. Но никто не прервал его рассказ. А когда он закончил, заговорил главный судья. Мы с вниманием выслушали вас. И то, что вы рассказали, вносит нечто новое и неожиданное в наше расследование. Кое-что из рассказанного вами вызывает удивление и требует выяснения. Вы можете вернуться в камеру. Постарайтесь уснуть, вам нечего опасаться. Скоро вы все узнаете. Венченца увели в камеру, даже не развязав ему глаза. Когда наконец была снята повязка, он убедился, что стража сменилась. Оставшись один, он снова предался раздумьям о том, что произошло на этот раз в зале суда. Какие ему задавали вопросы, как вели себя судьи. Был ли это действительно голос монаха, произнесшего «остерегитесь» или ему показалось? Но все по-прежнему оставалось непонятным и тревожным. Иногда ему казалось, что монах был одним из инквизиторов. Но как же объяснить голос совсем рядом с ним, у самого его уха? Он прекрасно понимал, что ни один член этого трибунала не мог во время допроса незамеченным покинуть свое место и оказаться за спиной у обвиняемого. И тут Венченца не мог не вспомнить последние слова главного судьи. Того, кто в основном вел его допрос, когда он вел ему возвращаться в камеру. Это были последние слова, обращенные к обвиняемому, чтобы не напугать, а успокоить его. Венченца подумал, что это было своего рода предупреждение, что сегодня ночью его никто не побеспокоит. Он был бы спокоен, подумал юноша, если бы ему дали в камеру свечу или фонарь и какое-нибудь оружие, чтобы защитить себя. Мысль о том, что он имеет дело с загадочным существом, более сильным, чем он, к тому же оскорбленным его непослушанием, ни на шутку тревожило его.